Девушки отдыхают 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 Ну или, как это, коррупционные связи. Нас двое, я предлагаю начать, коллеги, он уже заряженный, а тем более, что нас двое, у нас времени вагон, и я предлагаю использовать его на полную катушку. И начнет сегодняшнее мероприятие Тимошенко Александр, Тимощенко Александр, сори, бизнес-тренер, преподаватель нейролингвистики для бизнеса. Город-герой Санкт-Петербург, тема психологические основы продаж в условиях нестабильного рынка, ну то есть, как всегда, как правильно использовать нейропсихологию клиента на разных стадиях переговоров. Мне тоже это будет очень интересно услышать, потому что я двукратный чемпион России по переговорам, и возможно я сейчас стану еще круче. Аплодисменты, коллеги, он начинает. Сейчас, секундочку, мы тут разберемся. Еще раз, меня Александр зовут, а почему у нас не получается? Ну конечно, да. Диагност-технический физиалист. Хорошо. Ладно, пока мы готовим презентацию. Я слушал только что семинар, который… Вы были? Кто был сейчас на семинаре на разогреве здесь? Вы, да? Хорошо. И там была классная тема о холодных звонках. Я работаю с агентами в Петербурге, с большим количеством агентов, и мы работаем с холодными звонками. Есть один приемчик классный. Кто работает с холодными звонками, поднимите руку, давайте посмотрим. Вы молодцы, хорошо. Много людей, которые боятся это делать, это понятно, и некоторые люди называют это болью. И вот что я придумал для того, чтобы зайти в холодные звонки и получить состояние правильное. То есть часто бывает так, что человек готовится, готовится, готовится к холодному звонку, перегорает, и вот так хлоп, и уже не получается. И мы придумали такую вещь, я этот эксперимент проводил, примерно человек 70 делал. Это не… То есть это не 5000 человек, это вот эксперимент с 70. С 70. Так, секундочку. Какая фраза была? Какая фраза? Не фраза, а идея. Берет человек Авито или Циан. Звоните же по холодным звонкам. Авито сам, площадки берете, классно. И первым звонком, самым первым звонком выбирает самую дорогую квартиру в самую лучшую локацию, которую хочет. То есть там 700 миллионов, ярд какой-нибудь. Выбирает самую дорогую квартиру. И первым звонком из череды звонков, которые сегодня у него в рамке этого обзвона делать, там 20 минут, 30 минут, час, там 50 звонков делать нужно по-разному, разные критерии у компаний. Первый звонок ты делаешь на самую дорогую квартиру. Расскажите, зачем? Что еще раз? А почему будет легче? Больше ничего не напугает. Там идея, знаете, какая классная. Что еще? Мы говорим о состоянии, чтобы зайти в звонки, в правильном состоянии. Кто-нибудь звонил по такой квартире когда-нибудь, вот очень дорогая квартира, ужасно дорогая, звонили, вот там, миллиард. Что вам отвечали? Трубку берут люди? Не берут. Ну, хорошо. А кто есть в Петербурге? Поднимите руки. Вот в Питер звоните, значит, по локации. Выбирайте. Какая в этом идея была? В этом была идея такая, что человек, который, это действительно так у нас, я не знаю, как в других регионах, видимо, к счастью, который продает квартиру за миллиард, даже если он агент, он будет очень внимательным и лояльным. Он с вами очень хорошо поговорит, он поймет, что вы не целевой клиент, и он не пошлет вас куда подальше, потому что он умеет продавать квартиры за миллиард. И состояние у тебя с первого звонка тебя уже не послали. И ты начинаешь дальше на этом состоянии звонить. Мы делали конверсию. Человек, который звонит, как обычно, звонит. Вот обычно звонит, он там 40 звонков. Кто, кстати, сколько звонков делает в день холодных? 10 делает кто-нибудь? Поднимите руку. Сегодня прям делали? Ну, да. Делали такую выборку. Вот 100 звонков в рамках недели человек делает, это мало, 100 звонков. Вот если ты делаешь это как обычно, без первого звонка, то конверсия следующий шаг, следующий шаг какой может быть? Какой следующий шаг? Там разные бывают. Встреча, подборка, зум какой-нибудь, ну вот это все. То следующий шаг к конверсии увеличивается на 45%. Высокая конверсия. Вот первый шаг, самый первый. Ты заходишь, берешь квартиру за ярд и звонишь. Вероятно, можно позвонить в другую страну, если хотите там подороже. Хотя бы послушать, как продают люди квартиру за ярд. Это интересно, это звучит интересно очень. Ну ладно, это я про холодные звонки, мы сегодня, я в моем докладе, о них ничего не будет. У меня будет психологическая основа спешной продажа сегодня, нейропсихология клиента. Здесь слайд. Это меня так зовут, это про меня уже рассказали. И кому-то из вас я сегодня отдам книгу, я сегодня специально последняя, я осталась, она очень последняя книга, вот кому-то сегодня в руки отдам. Называется «Время для себя». Нейролингвистическое планирование. Хорошо. Дальше. На этом конгрессе очень много залов, секций, семинаров, которые описывают IT-технологии для агентов. Есть? Описывают маркетинговую составляющую, маркетинговую составляющую, взаимодействие клиент и агентство, либо банк, либо агент. И очень много примочек различных, которые помогают, действительно помогают агентам работать. Очень много. Это классно, что мы присутствуем здесь, очень много людей и очень много контента вокруг. Но что я вижу, когда я работаю в Петербурге с людьми, с агентами, с застройщиками, агентством и индивидуальные предприниматели, вот эти свободные ребята, они могут отучиться где угодно, миллион получить разных фишек в SMM, продвижение личного бренда. Но вот когда ты смотришь на эту фразу, вот эту фразу, у вас может быть самый крутой, уникальный, оригинальный продукт, суперкоманда айтишников, ну вот это все написано, да, но это никому не надо будет, если вы продавать не умеете. Еще раз, мы не говорим о этапах продаж. Кто не знает тап-продаж, такого лучше не поднимайте руку здесь. Все знаете, да, тап-продаж? Хорошо. Мы говорим о том, как… Это вы позвали, да, кого-то? Хорошо. Мы говорим об умении упаковать словами изо рта идею, которую ты хочешь преподнести клиенту. Моя тема сегодня будет. Я занимаюсь анализом поведения человека, его речи и его тела. И несколько элементов, чуть-чуть совсем, я вам раскрою. Прикладной материал кого-то сюда буду вызывать. Какой-то маленький интерактив сделаем. Какая у вас сегодня основная, говоря языком бизнес-тренеров, боль? Ну вот, проблема, хорошо. Еще усугубим. Есть какая-то проблема? Все хорошо у вас? А что здесь сидите тогда? Если все хорошо, идите, продавайте дальше. Запуск стажеров. Хорошо. Это такого высокого порядка уже. Мне интересно, вот ты агент, работаешь с клиентом в холодную, либо по реферальной своей базе, или у тебя лиды какие-то есть. Вот какая основная проблема сегодня? Некасаемо, очень важно, новостей. Продадимся? Не слушают экспертов. Получить доверие клиента. Вот близко. Мы говорим о том, что интересно, я анализирую речь всегда. Это моя профессия. Когда я спрашиваю, в чем проблема у агента, а мне отвечают, клиенты что-то не так делают. Слышали сейчас? Когда мне отвечают, в чем проблема у тебя? Ну, они херовые. Нельзя так говорить здесь. Что-то с ними не так. Они не отвечают, они плохо говорят, они не покупают, они не платят. Представляете, какая проблема? У агента проблема, что клиент не платит. В лингвистике. Соответствующее поведение такое. Мы будем, я дам 4 точки, на которые можно опереться в рамках коммуникации человек-человек. Первая точка, надеюсь, презентация та. Вот. Вопрос. Что нужно транслировать клиенту? Что должен клиент увидеть в агенте? Вот сейчас поиграемся. Давайте. Можете поперечислять? Вот, эксперта. Я эксперт. Надо транслировать? Да. Я могу о вас позаботиться. Надо? Вот. Я имею в виду, как я агент, что транслирует, что видит во мне клиент. Я клиент, смотрю на агента. Что он транслирует? Он. Я опытный человек, да? Надо транслировать. Я. Опытные и успешные кейсы рядом? Да. У меня много успешных кейсов. Надо транслировать? Хорошо. А что еще? Я вам помогу. Надо транслировать? Вот такой я общаюсь с клиентом, и он чувствует, что я транслирую. Я вам точно помогу. Хорошо. Уникальность. Только он знает. То есть я уникален, кроме меня никто не поможет вам. Так. Со мной получите максимальную выгоду. Хорошо. А еще? Я с вами. Вот это хорошо. Но это как хорошо? Это не до конца, не до конца экологично. Можно сказать, я с вашим родом навсегда, это будет вот туда, вперед. Мой род с вашим родом. Я ваш домашний риэлтор. У меня ассоциация сразу… У меня дома 24 собаки. Да. Семейный риэлтор. А еще. Мне важно… Я просто покажу то, что сейчас там будет стоять, то, что агенты реально транслируют. Когда с ними общаешься, я очень часто провожу такие контрольные закупки на встречах. Вот собираются, когда в переговорках, агент сидит, ждет клиента, а я где-то рядом там меня приглашают, я сижу и анализирую поведение обоих. И он не знает, кто я такой. Я там могу… Ну, не то, что в сантехнике переодеться, а просто сижу какой-то там в ноутбуке. И вот интересно, как люди транслируют все это. Вот это я анализирую. Хорошо. Есть еще какие-то примеры? Я с вами на одной волне. Хорошо. А еще? Безопасность и отсутствие рисков. Лингвистически совершенно неверно. предполагается в этой фразе, что если есть безопасность, то где-то опасность рядом. Отсутствие риска… Он тоже рядом где-то. Транслировать отсутствие риска не всегда правильно. Где-то можно. А еще? Как? Со мной будет комфортно вам? Хорошо. А еще? Да, вот такие пальцы два вижу. Я готов вас услышать. Вас. Как вас зовут? Я, Саша. Еще? Любовь. Я вас люблю. Так это было? Ну, как человеческая любовь. А можно транслировать «я люблю эту профессию»? Надо? А нужно транслировать «я уверен в себе»? Надо? А я решителен? Надо? А что из этого всего, о чем мы сейчас поговорили, меньше всего у агентов сегодня? Вы прям молодцы. Но это не я вас так подвел туда, а вы сами. Вот вокруг этих двух слов ходит все остальное. Мы можем транслировать, что я классный эксперт. Можно. Можно транслировать как-то? Но уверенность, она передается каким-то образом человеку. Есть человек где-то не уверен. Хотите, а кто-нибудь уверен в себе сейчас? Давайте-ка. Так, я сейчас буду выбирать. Вот вы проходите сюда. Я же обещал. Давайте поаплодируем девушке. Вас зовут как? Меня зовут Анна. Васильева Анна. Вы представляете кого? Компания «Юринформ Оренбург». Компания «Юринформ Оренбург». Видите, написано. Хорошо. Одна задача. У вас же есть риелторская услуга. Вы агент. Да. У вас есть какой-то речевой ролик, так модно говорить, с которым вы знакомитесь с клиентом. А вот можете сначала сказать вопрос, как это выглядит? Типа я… Когда я знакомлюсь с клиентами, я всегда представляю, что зовут меня. Меня зовут Васильевна. Я специалист по недвижимости, эксперт, более 8 лет на рынке недвижимости. И я могу вам помочь. Хорошо. Это мы услышали фразу до этого. А теперь задача такая у вас. А можете это вот сказать с уверенностью? Ну, типа вот перед вами клиент. Тут стоит любой клиент. Представляете, кого хотите. И вот так, чтобы уверенность. Можете сказать? Ту же самую фразу. Сейчас надо выдохнуть сначала. Да, вы можете подышать. Можете… Тут кубиком дышать показывали, как. Слышали? Микрофон дайте. Меня зовут Васильева Анна. Я специалист по недвижимости с большим опытом. И я знаю, чем я могу вам помочь. Покупаю. Хорошо. Это она сказала. Понятно, что у нас есть давление. Они же вас любят. Конечно. Я тоже. Скажите мне, вот по десятибальной шкале, только по-честному мы сейчас поможем всем. Насколько по десятибальной шкале уверенность была здесь? Цифру. Мне надо же правду. Семь. Это первое. Это первое. Пять. А это вы так далеко сидите просто. Вы не чувствуете. Вы потому что адвокаты. Вы адвокаты, вы меньше чувствовались. Вы же адвокаты, да? Адвокаты. Из Петербурга приехали сюда сегодня. Классно. Вопрос. Ладно, давайте семерочку возьмем. Семь. Идея в чем? А вы же транслировали на десятку? Да. Как вы думаете, у людей, которые выходят к клиенту уверенными, у них сколько передают уверенности? Десятку? Вот сейчас была десятка, но что-то не всем прошла она, правильно? Чаще всего, как получается, анализируя работу агентов, вот так вот наблюдая за ними, человек транслирует примерно 5-6-7 баллов своей уверенности. Причем какая может быть уверенность? В себе. В продукте. В завтрашнем дне. Важная уверенность. Вот чтобы она транслировала. В чем еще? В сфере вот в этой уверенности. Классно. Но как получается, что я думаю, что у меня десятка, иду общаться, потом беру обратную связь, а у меня, оказывается, вообще нет. Вообще нет. И поэтому приходится делать какие-то упражнения. Давайте с вами сделаем одно упражнение. Хорошо. А как вас лучше называть, чтобы вам приятно было? Нет, у меня чудное имя. Меня называют близкие люди и друзья. Анюта. Анюта. А с какой интонацией? Ну вот примерно как вы сказали. Анюта. Да. Хорошо. Так. Вопрос залу. Скажите, один элемент. Мы же ее уверенность на 7 считали по невербалике, правильно? По жестам. Какой один элемент добавить ей в свое поведение, чтобы было 8? Улыбка раз, это точно, это прям очень хорошо. Давай один элемент за один раз. Давайте. А улыбка хорошо. Вот у нее была же какая-то вот микроулыбка, была же. Насколько прибавить ей улыбки? Ну, чуть-чуть. И тогда вы купите? Это очень интересное у вас предпочтение. Какая улыбка? Она такая, смотрите. Ну, размер улыбки. Как это? Вот такая. Ей подойдет? Хорошо. Давайте то же самое и плюс немного улыбки. Меня зовут Васильева Анна. Я специалист по недвижимости. Более 8 лет на рынке. Я знаю, чем я могу вам помочь. Хорошо. Похлопайте чуть-чуть. Лучше стало? На один. Это целый один. Она жила до этого дня всю жизнь. А сейчас за 5 минут целый один. Хорошо. А кто-то говорил про голос. А что... Пониже и по сексуальной. Как Анюта, да? Как Анюта, да? А можно... Пап... Вот. Давайте уменьшим скорость на процентов 20, добавим низов. И как будто вот мы на горяч... Вы... Улыбка минус 20 процентов скорости и низов. А что делать? Реже это... То есть так делать, но реже. Правильно я вас слышал? Вы покажете вот так вот почему-то. Да, вот это я заметил. Да, это я заметил. Это хороший жест, который пока... Что может показать? Это я спросить. Где руки должны... Где... Александр, у вас 10 минут. 10 минут. Да, хорошо. Давайте. Готовы? Вперед. Меня зовут Васильева Анна. Я специалист по невижимости. Более 8 лет занимаюсь продажей и покупкой домов. И я знаю, чем я могу вам помочь. Лучше, да? Прямо молодец. 5. Получше стало? Хорошо. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Проходите куда-нибудь. Ну, это 5-минутная такая игра. Она называется «Сам себе режиссер». Мы ее так называем. Это когда ты берешь, берешь обратную связь от большого количества людей, честную обратную связь, и они тебя корректируют двумя элементами. То есть голосе раз, скорость... Но ты сам себя не скорректируешь никогда. Мы понимаем это? Мы сами себя корректируем, и в итоге у нас уверенность чуть пониже, чем обычно, чем нужно. Давайте нам сказали, что у меня 10 минут. Хотя, ладно, пойдем дальше. Что клиенты сегодня видят в агентах? Это мой топ-список. Посмотрите, запишите его. И своих коллег вспомните некоторых. Вот это трансляции. Особенно в последние 8 месяцев выделю, что часто видно. Очень часто видно. Самая последняя строчка. Очень видно у агентов. Видно почему-то... Вот третья красненькая сверху. Ярко выражено люди показывают. Ярко выражено. Агент приходит продавать квартиру и транслирует некоторыми словами, но в основном интонацией своим телом, что какие-то проблемы на личном фронте у него, в семье. Вот этот список вы можете посмотреть, и кто-то из вас увидит своего коллегу. Кто-то из вас, возможно, увидит себя. Некоторые видят себя, когда вторая строчка. Третья строчка, когда недвижимость, непонятно, что с ней происходит. Я в опасности. Есть такое? Вот это я схватил в феврале, когда ко мне пошли люди вот с таким сообщением тела. Говорят, мы хорошо, мы можем продавать, мы хотим продавать, а тело дрожит. Слова одни, тело другое совсем. Идем дальше. Хорошо. Вопрос. Как это делать? Как транслировать уверенность? Напишите, сфотографируйте. В первую минуту разговора он должен, взгляд, гулять на уровне глаз, только не глаза в глаза, собеседника и чуть выше его уровня глаз. Вот если серединку взять, горизонт, приподнимаете на 5%, и вот так вот здесь и вот туда, здесь и вот туда. Плюс, я зону выделил. Еще раз. Картинка эта показывает со стороны клиента, как видит вас. Еще это вы. Вот сейчас в ситуации, в наших реалиях, не рекомендую, общаясь с клиентом, вот если я агент ваш, вот сюда взгляд опускать, вот в эту сторону. Объяснить почему? Хорошо, в конце. Запомните это. Я же книгу обещал кому-то, ответьте на вопрос потом. Так, это раз, взгляд. Следующая, паузы. Мы даже здесь с Анютой пришли к тому, что скорость голоса, скорость речи нужно чуть-чуть понизить, да, на минус 20%. Здесь можете вспомнить Дейла Карнеги, Алана Пиза, многих других классных авторов, классиков о том, что пауза продает. Пауза. И мы часто слышим людей, которые особенно, опираясь на те сообщения, которые они транслируют, хотят быстрее что-то сделать. Качество падает сразу же. Итак, вот видите, на 20% скорость речи дает возможность подсознанию тщательно обдумать то, что вы хотите преподнести клиенту. Можно сказать, вы уменьшением скорости голоса помогаете своему мышлению правильно упаковать идею. Такой элемент. Как думаете, сложно тренируется это? Ну, тренировать сложно. Зря. Далее. У вас буквально 3-4 минуты. Очень хорошо. У меня все по плану. Ну, тем более, нет двух спикеров еще. Невербалика и паравербалика. Акцентированные, направленные в сторону действий жеста. Решительность нам нужна сейчас потому, что клиенты могут быть нерешительными. Но кто, кроме нас, могут показать, куда направить решительность? Вот невербально. Ты говоришь «пройдемте» либо говоришь «пройдемте». Ты говоришь в эту сторону либо вот в эту сторону. Направление взгляда туда или посмотреть туда. Невербально подчеркивать направление идеи. Акценты в речи на глаголы, помогающие клиенту сделать следующий шаг. Какие глаголы могут помочь клиенту сделать следующий шаг? Давайте! У нас в Петербурге есть район Купчино, там вот так. Давайте еще. Да, вот туда. Глаголы, акценты на глаголы. Акцентировать. Это же глагол был. Далее. Бум! Точное описание речи того, что вы хотите передать. Как к этому прийти? Объем слов. Красноречие, богатство речи. Книжки читаете? Объемность описания. Вы можете описать любой предмет с пяти сторон. Можете. Но описывает чаще всего люди с двух сторон. Это мы говорим о репрезентационных системах. Скорее всего, вы слышали об этом когда-то. Но объемность описания зависит действительно в первую очередь от вашего словарного запаса. Чистота речи слова паразита. Кстати, по словам паразитам в самом конце будет слайд. И передам вам что-нибудь. Так. Когда мы говорим, мы создаем определенную реальность. Если человек верит в эту реальность, то начинает вести себя в соответствии с ней. Вот эта фраза, она должна поселиться у вас. И ваша речь должна быть упакована словами, которым хотят принадлежать клиенты. Это очень интересная работа, такая тонкая. Можно сказать, так вот мой коллега выступал здесь, психолингвистика. Далее. У меня два слайда осталось. Что делают сегодня успешные продавцы? Успешный продавец. Давайте критерии вынесем. У меня они одни, у вас они другие. Успешный продавец. Мои критерии это доход от 700 тысяч хотя бы. Раз, два, три. Коллега, я извиняюсь. Камера берет только вот тут вот, туда не убегай. А меня попросили отойти, я чуть-чуть возвращаюсь. Не слушай их. От 700 тысяч. Вот я анализ делаю. Это Петербург и чуть-чуть Москвы. Вот здесь вот. Это то, что можно делать. Здесь интерпретировать можно по-разному. Исходя из того, что пятый пункт главный. Пятый, видите, пункт? Он здесь главный. Можно делать выводы различные. И бам. Да. Оцифровывать как-то. Да, хорошо. Перед тем, как закончить. Я хочу книгу отдать. Правильно все? Ну, да. Хорошо. Обычно я, когда провожу мероприятия, и люди уже знают, что делать надо, когда я беру книгу в руку. Ну, с вами я впервые. Не-не. А кому книга нужна? Оп, вот девушка первая подняла. Идите сюда. Не-не-не. Какая? Вот вы, да, в зеленом. Я периферийным зрением это все одинаково всегда. Видите? Да не обидитесь вы на меня. Даже не пробуйте. Что? Да. А вот QR-код. Там есть. Сейчас мы поаплодируем девушке сначала. Это последняя книга. Она немножко, она много чего перенесла на этом конгрессе. А вы немножко. Вы Светлана? Я Светлана. Город? Калуга. Калуга. Это вам. Спасибо большое. Спасибо за вашу активность и скорость. Спасибо. Хорошо. Размещая этот слайд у себя в... А уже все, да? Или фотографию со мной у себя в соцсетях, отмечая меня, вы получаете список слов-паразитов и как с ними работать. Ну, поздно. Все, видите? А, про глаза. Да, если вы, когда говорите с человеком, у вас глаза опускаются сюда, вот сюда, вы ненамеренно опускаете его мышление в эту точку, в ощущение, в переживание, которое у него есть в этой реальности. Потому что здесь у человека живет чаще всего чувство и переживание вот здесь, в этой области. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Если поделить вас на четыре, на четыре ваше лицо, то вы с этой стороны, когда вы в ту сторону глаза опускаете, там это говорит о том, что вы доступ к чувствам и эмоциям получаете. Без разницы. Без разницы. Вообще. Мы говорим о клиентах и агентах. Хорошо. Вопросы, если будут, можно задать попозже. Спасибо за то, что вы активно участвовали в этом мероприятии. Я передаю слово следующему. И я передаю слово. Спасибо большое. Давайте поддадим жару и аплодисментов. Спасибо вам огромное. И я с большим удовольствием представляю следующего спикера. Крутилина Алексея. Крутилина Алексея у нас бизнес-профайлер, эксперт по коммуникациям. Продолжая начатую традицию город-герой Москва. Оперативная психодиагностика личности клиента. Как сократить цикл сделки в начале диалога. Я жду с нетерпением. А вы? Раз, раз. Да, всем добрый день. Вам здравствуйте. Вам в частности здравствуйте. Первый раз знакомы. Видимся с Александром вживую. Он мой коллега. Тоже профайлер. Смотрите. Сегодня наша тема. Психодиагностика, как было заявлено заранее. Как по первым минутам, по первым секундам понять, кто перед вами в принципе находится. Для чего? Я всегда говорю не только для продаж. Потому что у нас сегодня тело, в принципе, наверное, как я понял, риелторы, продажи. Но для любой манипуляции, которую вы хотите сделать. Я лично применяю профайлер исключительно везде в жизни. Начиная от гаишников, заканчивая последняя ситуация была с военкоматом, когда пришла две повестки. И мне нужно было в течение двух часов оперативно все вопросы решить. Поехал в военкомат. За два часа я сделал то, что люди тратят на этот день. Это именно практическое применение всех своих навыков и знаний. Зовут Крутилин Алексей. Специалист по безназначной детекции лжи. Внизу телефон, почта, сайт. И все накрылось. И все накрылось у нас. Было, да? Сейчас. Специальный человек должен быть, да? Значит, мне 42 года, я жена 12 лет, у меня двое маленьких детей. И я являюсь владельцем, генеральным директором корпоративного университета с лицензией на дополнительное профессиональное образование с названием Моспрофайлер. Как я понял, в последний момент тут самой рекламой особо заниматься нельзя. Но пару слайдов вам покажу, чтобы у вас было понимание все-таки, кто перед вами. Являюсь автором книги вместе со своим учителем Евгением Спиридса. Бизнес-профайлинг. Как не жить в самообмане, зарабатывать и опираться на психологию. Здесь перечень парочки, тройки клиентов, которые указаны, видите на слайде. Так, сейчас. Искак у меня времени, кстати, по таймингу. Добро. Так, сертификаты. Это видно, где применяется профайлинг. МГУ кто-то заканчивал? Есть? Вот институт имени Ломоносова. Московский паркинг. Кто-то эвакуировал у вас автомобиль? Есть такие? Вот. Я два года подряд их обучаю, по полторы тысячи человек ежегодно. Это тема конфликтология. Опять же говорю, профайлинг это не только история про продажи. Как еще правильно выходить из конфликтов. Раз компания, два компания, три компании и четвертое. Все, теперь переходим к самой теме. Кто-нибудь понимает из слайда, из названия, о чем речь? Понимаете, да? Мы все разной конституции. Есть люди полненькие, есть худенькие, а есть спортивные. Можно их так назвать. У каждого из телосложений есть своя определенная тенденция в поведении. Как это получилось? Психолог Эрнст Кречпер в свое время вывел тенденцию, он провел свои математические исследования о том, что каждый человек имеет определенную тенденцию в зависимости от своего телосложения, тенденцию в характере, если говорить по-простому. Есть несколько названий, и вот давайте здесь будет проще. Есть люди, у которых повышенная жировая прослойка. Попрошу на меня в этом плане не обижаться, а то в одном месте я как-то сказал про жировую прослойку, и женщины сильно оскорбились на меня, потому что услышали не то, что хотели, ну, как-то немножко оскорбительно вышло. Я, к примеру, сейчас пикник, видно пузико у меня небольшое. Первым делом, что я сделал, когда приехал сюда, я поехал искать кофе. Почему? Потому что нужно удовлетворить было пищевую и социальную потребность. Просто хочется попить кофе, во время кофе можно с этим человеком, с пикником, о чем-то договориться, о чем-то поговорить. Атлетики. Есть люди атлетической конституции. К примеру, здесь, скорее всего, если такие люди есть, им сейчас не особо комфортно находиться, потому что мало кислорода. Самым ярким примером для меня было весной на ВДНХ, я был в жюри на каком-то мероприятии, и приехал наш российский чемпион по бобслею. Здоровый парень, на нем рубашка трескала вместе с костюмом, то есть гора, мышцы, рельеф. А в помещении, где происходило само мероприятие, было около 500, может быть, около 1000 людей. Зашел такой уверенный, а через несколько минут вся уверенность на него начала сдуваться. Он уже и галстук распустил, и рубашку расстегнул. Почему? Потому что ему было некомфортно. Ему было тяжело от отсутствия кислорода. И в данной ситуации, если была бы необходимость каким-то образом что-то от него получить, проманипулировать им, это был бы самый действенный способ в этот момент к нему подойти и с ним начать общаться, потому что ему было некомфортно. Есть астеники, суслики, так называемые сурикаты, у которых малая жировая прослойка и нет физической мускулиткани. Теперь у меня к вам просьба. Так как у нас время ограничено, смотрите, вы можете на себе, на своих знакомых, на близких, может быть, на каких-то клиентах своих, посмотрите и сравните, сходится ли, таких будет два слайда, сходится ли то, что написано, с теми тенденциями, о которых я говорю. То есть, к примеру, пикники любят комфорт. Есть в зале пикники? Вот, комфорт любите? Очень. Какое-то мягкое кожаное кресло хорошее, чтобы все было хорошо, спокойно, тихо, какие-нибудь вкусняшки, кофе, чай рядом, чтобы было, либо алкогольчик. Вот для них, вот смотрите, есть у вас корреляции, проходят? Почти все совпадает, да? Кроме жира, да? А теперь переходим дальше. Следующее. Я, когда про пикников разговариваю, всегда вспоминаю наших депутатов с Госдумы. Вы понимаете, да, эти люди всегда видны у вас на телеэкране. И так как среди моих клиентов тоже периодически они попадаются, как вы думаете, где встречи они все проводят неформальные? Естественно, в ресторане, все, что рядом на охотном ряду и на Дмитровке, все переговоры неформальные, проходят в ресторане. Я не встречался ни с одним из них, где-то на какой-то территории абсолютно другой. Только в кафе, только в ресторане, только покушать. При этом люди, естественно, большой комплекции, они все такие в теле, и для них покушать, вкусно покушать, является приоритетом. И во время приема пищи с ними можно о чем-то договориться. В этот момент они расслаблены, они находятся в комфорте. Если кто-то из вас атлетики, ну не знаю, посмотрите, вспомните любую, там, Петровка 38, это моя одновременно любимая и любимая передача, где можно смотреть по своей профессии, всякие криминалистические новости и понять, как люди попадают в разные неприятные ситуации. Если человек под алкоголем и спортивного телосложения, спортсмен, он будет шум на себя вести? Скорее всего будет. Почему? Потому что самоуверенный в себе, очень самоуверенный. В опьянении агрессивный и самодовольный. В тяжелую минуту склонны действовать. Громко говорят. И астеники. Тихий голос у них. Люди, вот сейчас девушка, которая была, вы вот, скорее всего, астеническая. Вы видели, как голос, ну сначала такой скромненький, тихенький, при помощи предыдущего спикера, чуть-чуть подняли это, но голос был изначально тихий. Что еще? В тяжелую минуту склонны к уединению. Если вы будете пользоваться, к примеру, данной информацией, это тенденция, это не константа, это не постоянство, это определенные тенденции. Вы увидели человека, то есть сам термин психодиагностика, увидели человека, быстренько сканировали, поняли, как с ним общаться, попробовали пообщаться, не получилось, переформатировали свой формат разговора в другую сторону, чтобы получилось. Подстройка, как я ранее сказал, к пикнику, комфортное общение с совмещением приятных вкусняшек каких-нибудь. Я одно время таскал с собой в портфеле, у меня постоянно либо какие-то печеньки, либо конфеты были для людей, пикников. То есть вот реально, я знаю, что у меня встреча какая-то, возьму, да, это не так сложно, угостить чем-то человека, или тортик с собой взять, или, не знаю, зайти в азбуку вкуса, что-то вкусное принести. Все. Рапорт, установка доверительных отношений вам обеспечена. Но придете с таким же тортиком к кому? К спортсмену, и вас неправильно поймут, потому что там, как правило, люди считают калории, все на ПП и так далее, и тому подобное. Дезадаптация пикника, быстрое переключение с темы на тему и движение. В ходу, на ходу, быстро с таким человеком, скорее всего, ничего у вас не получится, потому что у него одышка, ему тяжело, ему хочется посидеть, подумать, нормально пообщаться. С атлетиком, подстройка, увидели атлетического мужчину, женщину, дайте ему понять, что он крутой, дайте ему понять, что он, блин, сколько там на грудь жмешь, какой вес, бегаешь, прыгаешь, чем занимаешься, какой вид спорта, подстроились под него и не лезете на его территорию. В обязательном порядке сохраняете вот эту подстройку снизу, то есть даете ему возможность доминировать над вами на короткий период времени, на короткий период времени, на продажу, на манипуляцию, то, что вы хотите от него добиться. Хотите дезадаптировать, как на примере Бобслея, закрытое помещение и все, и товарищ будет ваш, потому что он будет себя чувствовать некомфортно. Астеник, самое главное, тоже вот предыдущий коллега сказал или я слышал где-то ранее сегодня здесь, то, что нужно дать рамку безопасности. Не нужно громко говорить с этими людьми, не нужно с ними, на них напирать. Дайте ему возможность осмотреться, почувствовать себя безопасно и потом можно дальше с ним что-то уже делать, как-то манипулировать. Теперь смотрите еще. В профайлинге используется типология определенная. Кто слышал вообще про 8 психотипов? Есть такие? То есть для вас это не будет новостью. Опять же повторюсь, я топлю, говорю об этом из каждого утюга и сегодня на этой сцене о том, что профайлинг это не только продажи, это не только там какие-то без инструментальные детекции лжи. Это в принципе коммуникация, это человековедение, это возможность добиваться своих целей, жить по своим целям а не по целям других людей. Оставил вас гаишник, смотрите, эмотивный, можно договориться. Вышли, пару действий сделали, поехали дальше. Есть 8 психотипов истероидный, эпилептоидный, паранояльный, эмотивный, шизоидный, гипертимный, тревожно-мнительный, депрессивно-печальный. Для тех, кто первый раз слышит, буквально в нескольких словах. Истероидный, демонстративный, это люди, которые много якают. И у них даже в лингвистике будет. Я все знаю, я все умею, я красивый, у меня красивые ноги, у меня красивые фигуры, женщины часто это говорят. Как продавать таким людям? Во-первых, обязательно комплименты по поводу и без. Даже если вам человек неприятен, даже если вы не хотите с ним в дальнейшем коммуницировать, но у вас есть цикл продаж, сделки, о чем мы говорим, просто говорите, вау, какая у вас классная сумочка. И человек на это отреагирует. Даже если это будет сумочка не оригинальная Louis Vuitton, а где-то купленная, к примеру, на садоводе, типа того, это будет приятно, потому что, ну да, я такая, я вот стремлюсь к успеху. И пускай это не оригинально, но об этом никто не узнает. Похвала внешнему виду. Сказать, опять же, как ты классно выглядишь, как у тебя крутая прическа. Эгоизм можно эксплуатировать, продавать на эмоциях и говорить о моде, о скидках. Если касаемо вашего сегмента, если касается по поводу жилья, то, естественно, это жилье люксовое, виповское, там, не знаю, центр Москвы какие-то, колоссальные цены, там, где есть категория лакшери, лакшери, там еще как по-другому назвать ее, где есть ограниченный контингент и не все могут позволить себе эту недвижимость. Даже если это не так, вы все равно об этом можете смело говорить. Потому что, ну не все у вас квартиры покупают за миллиард рублей где-нибудь на стоженке. Обычные люди, другие тоже могут быть демонстративными стероидами. С этим понятно? Да, сейчас я вам расскажу свой кейс. У меня супруга эпилептоидная, у меня супруга азербайджанка. Взрывная, вспыльчивая, у которой все должно быть четко, конкретно по полочкам. И в 15-м году, когда мы покупали квартиру, краткий, я вам сейчас скажу, кто такой эпилептоидный человек, это мужчина, женщина, у них все должно быть четко, желательно с большой скидкой, комфортно, и при этом даже ключи, даже, уверяем, мы покупали квартиру, когда уже 100% было понятно, что комплекс сдается. То есть не будет вот этих историй с котлованами, и непонятно, когда заселишься. И вот когда я вам сейчас обрисую просто квартиру, чтобы вы понимали, 25-этажный кирпично-монолитный дом, 19-й этаж, то есть не первый, не последний, окна выходят на детскую школу, рядом детский садик, и с той стороны, на ту сторону дома, окон нету. Там потенциальная была застройка, и которая будет сейчас застраиваться. И вот в течение всего летнего периода очень не повезло всем моим соседям снизу, начиная, наверное, от этажа с 17-го, 16-го. У меня, выходя на технический балкон с другой стороны дома, я курю, выходишь, и у меня такое впечатление, что я на Черноморском побережье. Пятница, суббота и воскресенье, шашлыки прямо перед домом. Там небольшой лес. Соответственно, выходишь, и у тебя вот так огоньки горят, музыка играет. Люди спать не могут, кто живет ниже 5-го, 6-го этажа. Все время с закрытыми окнами все лето. Почему? Потому что нереально. Там все пьяные, музыка, повторюсь, кино транслирует и так далее. И вот когда, если бы кто-то из вас продавал бы квартиру моей жене, а не я покупал, я только оплачивал, выбирал супруга как раз таки, то все эти критерии нужно было соблюсти. Проверили застройщика, что не кидало по-русски, что лицензии есть, что все дома, которые были предыдущие, построены, сданы, что здесь ключи тоже уже на стадии. Вот там пару месяцев подожжешь, и ключи получаешь. И, наверное, самым плюсом в моей квартире получается, что окна выходят на юг. Она с юга, ей нужно солнышко, и у нас, соответственно, как только весна наступает, и до поздней осени, всегда солнце в окно, всегда в квартире тепло, сухо, чисто и уютно. Остальные, кто покупал квартиры с нами рядом, они не испытывают этого всего. Ну, то есть, ближайшие соседи по площадке – да, а большинство – нет. То есть, вот такие, знаете, человейники, застроенные, когда из окон даже соседи, ты видишь соседа просто-напросто. Если вы продаете эпилептоидную психотипу, это надо все учитывать. Четкость, сдача, или уже сдано все со своей мебелью в идеале, и обязательно скидка должна быть. То есть, здесь материальный аспект играет роль. Продажа. Никаких эмоций, потому что люди не способны сильно эмоционировать. Минимальная жестикуляция, то есть не так вот, как я сейчас с вами, а коротко, четко, ясно по делу. Здесь квадратный метр стоит 85 тысяч рублей, плюс у вас будут такие, минусов здесь нет. Все, и человек сам будет делать для себя выбор. Говорим о выгоде и прагматизме, короткий горизонт прогноза, опять же повторюсь, не на котловане. Котлован для них, ну, наверное, сложно будет приобрететь, потому что, когда этот комплекс сдастся, когда это все продастся с нашей нестабильной экономикой? Признание его доминирования. Паранояльный психотип. Главная цель, бери и делай. У кого из вас есть лозунг по жизни, вижу цель, не вижу препятствий? Вот. Вы, скорее всего, паранояло. Ну, скорее всего, потому что вы добиваетесь своих целей. Это люди статусные. Если вы продаете жилье, и мы говорим про жилье, то, естественно, статус должен иметь большую роль. Это как раз-таки бизнес-классы в сети, это как раз-таки всевозможные дорогие апартаменты, потому что это люди умеют зарабатывать, умеют считать деньги, но при этом им нужен еще некий престиж. Не как демонстративному показать, как у него в своей жизни хорошо, а именно для себя, любимого, для себя, чтобы себя потешить на свои кровно заработанные. Как продажа делается? Тоже без эмоций, тоже не нужно много говорить, не нужно много жестикулировать, нужно соответствовать как продавец этому покупателю, даже во внешнем виде, если там товарищ, условно говоря, в костюме, то и у вас желательно, чтобы был костюм деловой одежды, чтобы вы его немножечко отражали. Можно намекнуть на статус. Про поводу скидок здесь не надо говорить, что здесь скидки, потому что скидки наоборот могут отпугнуть, опять же, все могут такое купить, что ли, мне это не надо, я лучше переплачу, но получу то, что я хочу, эксклюзив. Вы советник и вы помощник, опять же, дистанция, чуть-чуть вы снизу находитесь. Гипертимный психотип. Получение положительных эмоций через социальный контакт. Это люди, которые могут решить любой вопрос в течение минуты. Ну, опять же, самая банальная история, все с этим сталкивались, наверняка, автолюбители, остановили гаишники, там, не знаю, за две сплошных надо кому-то позвонить. И если у вас есть такой знакомый, он этот вопрос решит. Вы ему звоните, говорите, Вася, у меня проблема. Вася звонит знакомому начальнику ГИБДД, прокурору, еще кому-нибудь, и через 4-5 звонков доходит все-таки телефон до сотрудника полиции, который вас остановил, и он, скорее всего, вас отпустит, либо там с минимальным штрафом. Почему? У него много знакомых, у него большой круг общения. Он все время весельчак, все время на положительных эмоциях, но при продаже нужно учитывать, что это импульсная покупка возможна. Готовность выдержать речевой поток. Самый яркий пример, публичный, Дмитрий Губерниев, все же слышали, видели. Вот представьте, вы общаетесь с Дмитрием Губерниевым, а он будет говорить, 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 и вы просто иногда можете устать от слова охотливости клиента, но в качестве бонуса у вас будет продажа. Короткий цикл сделки и если есть возможность, то можно некую авантюру предложить. Ведь люди могут пойти на небольшой риск. Если, к примеру, вы в своей посыле, когда общаетесь, можете сказать, что я вам делаю индивидуальную скидку от начальства, сделаю там 1-1,5%, это может сыграть свою роль, потому что некая авантюра происходит, то есть без согласования, с руководством, она ваше личное решение, если вы на это способны. Шизоидные товарищи, очень странные, очень не всеми любимые, это люди, большей частью, интроверты, которые замкнуты от общества, у них были проблемы в детстве, которые проблемы переходят в зрелый возраст, самый яркий, для примера, сисадмины, есть у вас кто-нибудь в работе сисадмины? Вы же понимаете, о чем речь идет, которые люди приходят и настраивают вам рабочее место, в компьютер, в офисе, мало разговаривают, вечно волосатые, стереотипно, что они плохо пахнут и так далее, но они, да, они такие, они живут в своем мире, но им нужно что? Им нужно показать то же самое, что они получат небольшой эксклюзивчик, то есть они станут такими же, как и обычные люди, потому что они чувствуют свою, в некотором роде, не хочет употреблять слово ущербность, наверное, придется, раз уже сказал, то есть они, ну, чуть-чуть понимают, что они не такие, как окружающие их большинство людей, им можно сказать фразу, что они им завидовать будут, то, что они получат максимальный результат от сделки, и тоже можно по поводу жадности. У меня, кстати, есть пример, сейчас вспомнил, у меня есть товарищ, первый из, в Москве, кто заработал на биткоинах, но шизоидный, явно прям шизоидный, очень-очень, купил квартиру и был в браке, жена попросила переписать квартиру на маму, догадайтесь, чем закончилось? Разводом и минус квартира, да, я покупал за хорошие деньги, миллион за 15, за 20, где-то в центре, заработал на биткоин, и все, доверчивость потому, что у них присутствует, и вот манипуляция, можно ими манипулировать. Остеники, чувственный мотив, эмотивный человек, люди, не идущие на конфликт, люди, которые боятся конфликтовать, и им можно продавать даже что-то в нагрузку, ну, не знаю, есть какая-нибудь там у вас квартира, которую никто не покупает, да, условно говоря, вы можете мотиву каким-то образом ее продать, и он ее может купить, но при этом будет испытывать чувство дискомфорта, что он ее купил, но вам по большому счету от этого без разницы, вы как бы свое дело сделали и продали, да, как он там, не знаю, неликвидный, условно говоря, он с вами не будет конфликтовать, он не пойдет в суд, он не будет ни на кого жаловаться, но поймет, ну, блин, сам дурак, сам купил. У них страх конфликтов существует. Алексей, у вас 10 минут. Да, я заканчиваю. Максимум. Как продаем эмотивам? Очень мягко, на вы, общаемся, речь всегда должна быть позитивная, они довольно религиозные, могут какие-то, там, не знаю, йогой заниматься, да, духовными практиками, максимально вежливо, с ними нельзя матом разговаривать, нельзя на какие-то вульгарные темы, потому что это их может оттолкнуть, ну, ярко выраженные мотивы, поэтому, когда вы с ними общаетесь, все должно быть мягко, корректно, четко и в рамках разумного. Существует еще два психотипа, тревожно-мнительные, это люди консервативные, большей части своей, в жизни они маловероятно приобретают что-то новое, особенно там, то, что ни разу не пробовали, и вот с ними, наверное, больше всего проблем с ними и с депрессивными, потому что это долгий цикл продажи, вы должны так же, как с амотивом, очень мягко с ним общаться, долго вести клиента, давать гарантии по сделкам, в идеале еще, чтобы у вас было много отзывов, и вот как опять же предыдущий спикер говорил, по поводу телохранителя, семейный риэлтор, эта фраза больше прям под них подходит, потому что они будут понимать, что вы с ними всерьез, надолго и никуда от них не денетесь, не сегодня продали квартиру, а завтра исчезли. И депрессивно-печальный, я жертва, пожалейте меня, 90% времени будут жаловаться на власть, на дороговизну, все плохо в этом мире, надо уезжать куда-нибудь, валить и так далее, то подобное. Тоже долгий цикл продажи, вы можете и необходимо в данный момент стать для них некой плакательной жилеткой, то есть если вам человек будет говорить, вот жаловаться, жаловаться, наберитесь терпения, если вы действительно занимаетесь продажей недвижимости для этого человека, он в принципе готов купить его, понимать, что деньги есть, просто наберитесь терпения и слушайте, слушайте, слушайте о том, как все плохо. Естественно, на себя все это впитывать не надо, но поддакивать и говорить о том, что да, именно так, я с вами полностью согласен, это желательно. Продажа должна быть не навязчивая. Подведем черту. Шизоидные, оригинальные, истероидные, привлекательные и много к себе привлекают внимание, паранояльные, вижу цель, не вижу препятствий, эпилептоидные, это суровые, такие больше в состоянии дисфории, некой злобы, мрачности находятся, эмотивы, добрые, не способные на конфликт, тревожные, тревожатся, гипертимы, они всегда вот на кураже, все время эгэгэй, погнали, у нас все хорошо, все прекрасно. Здесь контакты, здесь запрещенная соцсеть, я так понимаю, и тенд-чат, да, и телефон. Если есть вопросы, готов ответить. Я? У меня смешанные, я паранояльная акцентуация, параноял, то есть вижу цель, не вижу препятствий, мой внешний вид вам сейчас говорит о некой шизоидности, то есть борода, сумка, я на мотоцикле сегодня приехал в плюс 5, чтобы вы понимали, потому что как я хочу, так я себя и веду, но и демонстративность есть за счет работы, потому что выступая на сцене невозможно быть кем-то другим, то есть нужно уметь и себя презентовать, и что-нибудь такое еще и сказать иногда. Да, ну, скажу так, эмотив, потому что без профайлинга даже эмотивные люди очень тонко чувствуют других людей, то есть просто понимая, глядя на другого человека, можно сочетать его эмоции, если что-то о том пошло. Часто мы не, у нас большинство проблем в жизни у людей именно из-за коммуникации. Почему? Видим человека и начинаем ему что-то свое грузить, грузить, а он не готов в данный момент разговаривать, ну, какие-то, может, проблемы, еще что-то, не знаю, там, в туалет хочет, а его грузят, грузят информацию, знаете, как помните, раньше в Евросети было, не успел зайти, а вам что, что вам уже предложить, что вы хотите. Вот это не работает. И гипертим, тот, который на короткий цикл сделки готов холодными звонками заниматься, у которых хватит энергии драйва, просто постоянно звонить, долбить, долбить, долбить. Это вот, на мой взгляд, два психотипа, которые очень хороши в продажах. Еще вопрос, да. Базовые книги? По профайлингу, ну, Евгений Спирица, просто забейте, азбука профайлинга существует, бизнес профайлинг, других коллег, как-то, ну, считая не особо, да, релевантно со сцены говорить. Женя, он, на мой взгляд, самый лучший, порядка 20 лет в этой теме и много книг уже издал. Что еще? Если все, тогда свободен. Тогда аплодисменты. Спасибо вам. И я вам с удовольствием представляю следующего спикера. У меня есть предыстория. После выступления предыдущего оратора я наклонилась направо и спросила у этого прекрасного профайлера, «А кто ты по типажу?» Угадайте, что он ответил. На R начинается, на E, Z, G. И он сказал, что он «Раз, пи, прекрасный человек». Да, такое нельзя пропускать. Мы собрали скидки и акции от застройщиков, чтобы вы не пропустили подходящие варианты. Покупайте квартиры выгодно на Авито. Вот это квартира. Наверное, очень дорого. Благодаря Авито ставка на ипотеку ниже на 0,6%. Поэтому хватило даже на детскую. У меня пока жены нет. Жены нет, а скидка на ипотеку есть. Покупайте квартиры с Авито и получите скидку на ипотеку даже на льготную ставку. Авито Авито Представляю с удовольствием Александра Копытько. Эксперт-профайлер. Написано «Краснодар», но я в это не верю. Наверное, все-таки Москва. И тема «Работа с возражениями клиентов на основе методик профайлинга «Семь радикальных методов убеждения от спецслужб». Я уже забоялась, а вы? Хлопаем. Жалко, коллега ушел. В общем-то, после нейропсихолога и профайлера выступать особо нечем. Ребята все рассказали. Я поэтому даже презентацию не делаю. Вам уже все показали. Давайте начнем сначала. Кто меня когда-нибудь где-нибудь видел? Есть такие люди вдруг? Есть пара человек. Хорошо. Вчера кто-то видел. Да, хорошо. Отстаньте сейчас. Со всеми здороваться я устану. Давайте вкратце я там чуть-чуть про себя расскажу. Я эксперт-профайлер с 2011 года. Занимаюсь этой темой. Почему спецслужбы? Потому что профайлинг к нам пришел из спецслужб. И профайлинг наука достаточно молодая. Она там буквально с 40-х годов начинается. И с учетом того, что из спецслужб, то источники у всех очень разные. Ну и как вот даже слушаешь экспертов по холодным звонкам. Одни говорят, надо звонить так. Другие эксперты говорят, звонить так. Ты сидишь такой и думаешь, а как звонить-то? Вот профайлинг то же самое, только еще хуже. То есть там у каждого профайлера мы все суперэксперты, у каждого есть свое правильное мнение. Поэтому если вдруг какая-то информация не будет совпадать с тем, что вам рассказывали другие профайлеры, выберите то, что вам нравится и подчеркните. Окей? Ну то есть это нормально. Потому что коллега представляет методику у восьми радикалов. Я адепт методики семи радикалов. Потому что методика семи радикалов, автор которой является, кто спрашивал книги, Виктор Викторович Пономаренко, автор давной технологии, в общем-то, который является главным, бывший главный врач ФСБ России по психиатрии. То есть это человек, который использовал данную технологию в расследованиях. И он ее уже 30 лет делает. На данный момент я единственный сертифицированный тренер, который преподает методику семи радикалов, когда шеф устал. Это не означает, что у других как-то все плохо. Просто есть нюансики. Есть нюансики. В общем, все, что рассказал коллега, плюс-минус километр. Единственное, а кто у меня проходил профайлинг? Есть пара человек? Ну давайте, да. Человек в кепке, в джинсах с бородой точно параноял. Минус пять, плюс пять на мотоцикле точно параноял. Да? Ну просто как, дискутируем я просто, ну дискутируем. Ну скорее, ну гипертимной шизоидностью, да? Ну он признался, только он там чуть-чуть неправильные акценты расставил. Там. И давайте сразу расстрою коллеги, кто подумал, что здесь вот есть параноялы, здесь параноялов нету, давайте сразу договоримся. Ну их в принципе тут не может быть, они в Кремле. Ну то есть паранояльный риэлтор это там, ну, собственник крупной компании, да? Там вот а-ля, как это, этажи, вот там, да? Вот такого уровня люди, чтобы было понятно, кто такие параноялы. Про себя. Двухкратный чемпион России по переговорам, пятикратный абсолютный чемпион Москвы, Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Томск, Комск, еще какие-то другие города, где удалась карьера переговорщика. То есть я профессиональный переговорщик. Почему я хорош? Потому что знаю профайлинг, нейролингвистику, да, то, что называет коллега, и долго живу. Точка. Последнему, как учить, не знаю. Вот. Тема заявленная у нас какая, кто помнит? Борьба с возражениями. Да, нет? Берем. Давайте я пойду вот прям за коллегой, да, чтобы ничего не рисовать. Вот у него была классная презентация, вы ее все нафоткали себе? Давайте сначала начнем. Первые, по-моему, были истероиды у него. Ну, давайте сразу договоримся. Не бывает истероидов, параноялов и всех остальных слов. Все люди – это сложный коктейль. Вот нету человека, который вот… Я истероид. То есть человек всегда более сложная конструкция, чем один. Всегда. Это важно. Да, потом… Ну, прям очень важно. Но, предположим, что, да, ведущий истероид. Вот у нас есть кто-нибудь очень сексуальный сегодня? Нет. Мне нужен секс. Ты готов, да? Это Москва, ребята, тут все возможно. Ну, нужен на сцену один человек, который думает, что он сегодня красивый. Это да, нужен на сцену человек. Ну, кто-нибудь может выйти? В красном или в белом мне нужен кто-нибудь. Она не чувствует себя сегодня в ударе. Ну? Красно-белый – это Спартак, я знаю, да. Ну, есть кто-нибудь, кто выйдет? Ну, если кто выйдет, будет работа с возражениями. Ну, вот хоть один красивый вышел. Выходи, иди ко мне. Отлично. Аплодисменты красивым. Да, 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 да. Можно там короче, тут длиннее, но мы не ищем легких путей. Как зовут? Нина. Да, можно с телефоном, ничего страшного. Сейчас я… Возьмите микрофон. Вы просто просили в белом, я и вышла. Отлично. Ну, вот, например, один из критериев истероидности, в том числе, это наличие белого цвета, потому что белый цвет – это самый яркий цвет. Понятно, что эта одежда не для работы? Всем понятно? Ну, да? Ну, то есть белый цвет – это не рабочий цвет, это какой цвет всегда? Праздничный, отдыха, и самое главное – привлечение внимания. По поводу корпоративных белых цветов. Вот если мы сейчас поднимем всех мальчиков и девочек в белых рубашках, вот сюда вот, то вы увидите мальчика прямо в белой рубашке и девочку прямо в белой блузке, и остальных тоже в белом. Да? Ну, есть же разница? Ну, когда у человека белое, когда у человека белое. Особенно у девочек, помните, да? Выточки, разрезики, цвета. Ну, пойдем сюда. Давайте. Как вы думаете, какое может быть возражение у яркой, красивой, интересной девушке при покупке недвижимости? Я покупаю или кто? Да, так получилось. Слишком дорого. И сразу нам это говорит о другом радикале, который нам коллега тоже рассказывал, да? Дорого. Ну, понятно, дорого. А так-то, я смотрю, вы дешево одеты. Ну, конечно, дешево. Вы обычно экономите на всем. Ну, стараюсь разумно тратить деньги. Экономите? Ну, на внешнем виде, на себе, на том месте, где будете жить. Это важно сэкономить на этом всем, да? Не разбазариваю, я ищу середину. В общем-то, дальше нажимаем. Красиво не всегда дорого. Лицо увидели? Ну, все очень просто. Чем человек красивее, чем он ярче, чем он привлекательнее, тем он привык куда больше тратить денег. Соответственно, мы какие проводим с ним аналоги? Ну, с собой, да? Тем более, ну, недвижимость, это, ну, что-то для нас, ну, важное. Конечно, есть подешевле. Конечно, есть подешевле. Видели это лицо, да? Вы же понимаете. Дешевле звучит как-то не очень. А почему? Ну, подойди к девчонке, которая выходит из ГУМа с сумочкой, лови витон, и говоришь, мать, есть подешевле. Такая же, на садоводе, один в один. Ну, скорее нет, чем да. Да? Я к чему? Я к тому, что вот чем ярче и красивее, чем... Особенно, если вы говорите, есть подешевле. Я должна спросить. Ну, под... А чем хуже или лучше? Она не хуже. Вокруг вас будут обычные рабочие люди. Интересно. Да, да. Это люди, которые каждый день идут на заводы, они будут здороваться с вами, с вашими детьми. А есть подороже чуть-чуть, там дети прокурора. Необычные люди. Государственной думы. Они тоже будут с вами здороваться. Звучит как преимущество. Это разве преимущество? Связь, это всегда преимущество. Преимущество или нет? А сейчас зал поделится. Для кого-то преимущество, для кого-то нет. Но вам сразу совет. Что будет покупать яркий, красивый человек в первую очередь? Что еще раз? Статус. Статус, не комфорт. Это люди, которые готовы... Ну, женщины, кто-нибудь ходил красивой? Это комфортно? Ну, да. Девчонки понимают, о чем мы сейчас говорим. И чем оно красивее, тем оно точно... В этом можно дойти из точку А в точку Б и там сдаться. Ну, чтобы было за что страдаешь. Потому что если ты еще и не сдался в конце, то вообще к себе куча вопросов. Вот я зачем это все несла туда, потом несу назад. В том же виде. Вопрос. Взяли? Вот работа с яркими, красивыми. Их основное возражение будет любое. Цена, неважно что. Вы им продавайте. А кто будет рядом с вами? Кто эти люди, с которыми вы будете здороваться? Я же не говорю ей. Я говорю, конечно, надо подешевле. Она говорит, это дорого. Я говорю, конечно, надо подешевле. Так смотрю на человека. Я говорю, дешевле наше все. Как вы думаете, человеку статусному, модному, который думает, по крайней мере, что он такой. Вот нравится фраза купить подешевле? Он начнет какие-то другие слова. Да, там разумность, середина. Но для нас это уже что? Для нас это тот рычажок, который мы начинаем двигать. Окей? Взяли по красивым? Аплодисменты самые красивые сегодня. Спасибо. Так, теперь нужны некрасивые. Сейчас мне нужны какой-нибудь суровый риэлтор. Есть такой? В джинсах, в клетчатой рубашке, в футболке. Женщина в брюках с короткой стрижкой. Что-нибудь такое. Есть? Она не хочет. Кто хочет? А, вот идет, да, к нам? Это к нам идет? Так вам надо было выходить на первую. Я предлагаю. Как вас зовут? Шахерезат. Шахерезат. Вам надо было выходить на первую сессию. Помните, я просил некрасивого риэлтора? В джинсах, в клетчатой рубашке и в футболке. А здесь у нас что мы видим? То, что мы просили в первую встречу, да? Да, очень часто, смотрите, ребят, часто черный цвет путают с каким-то неярким, некрасивым. Черный цвет бывает разный, да? Ну, то есть он бывает обтягивающий, привлекающий, возбуждающий. Ну, мы же понимаем, что вот этот черный цвет, который не привлекает к себе внимания, основной месседж этой одежды, чтобы случайно кто-то не обратил внимания. Да? Ну, вот не дай бог, кто-то подойдет, познакомится. Обычно так одеваются, да, вот женщины? Да, нет? Ближе к нет. Вам большое спасибо. Да, я предлагаю, чтобы все увидели. Вот так вот, прям очень классно, но нужно что-нибудь попробовать. Пацаны в джинсах, в клетчатой рубашке, есть кто-нибудь или в футболке кто-то есть в джинсах у меня? Ну, нормальные люди есть. Выходи. Вот наши пошли. Ну, по крайней мере, издалека. Да, сейчас рассмотрю, может, выгоню сразу. Ну, ладно. Ну, тоже не то. Ну, не то пальто. Иди отсюда, не хочу тебя. Вот, можно мне молодого человека? Можно вас? Да, отлично. Ну, глупо вытаскивать, да, на фразу, мне нужен некрасивый риэлтор, женщину? Мне кажется, после этого я не уйду отсюда, вопрос-то. То есть, мужчины как-то меньше парятся по этому вопросу. Логично? Как зовут? Сергей. Сережа. Сережа. Он тоже не чистый эпилептоид, но, по крайней мере... Давайте, вот к нам приходит Сережа на работу. Какие у нас сразу мысли о Сереже? Спортсмен. Это значит, как будет работать? Хреново. Дисциплина. Порядок, да? Поднимите руки, кто занимался спортом. Поднимите руки, кто спортом занимался. Держите. Кто был в лагерях, в спортивных лагерях? Помните вот это вот, да? А теперь... Нет, держите, держите, держите. А теперь опустите руки вот те, которые, когда тренер уезжает на один день, говорит, дальше вы сами тренируетесь. Ну, осталась пара брехунов, да. А что сломалось-то? Да? Да? Не тренируетесь? Да. Ребят, еще раз. Есть такая предпосылка, что чем человек спортивнее, тем он... Но, если кто-то профессионально занимается спортом, вы все точно знаете, что чтобы стать выдающимся спортсменом, нужно что самое главное? Что? Самомотивация нафиг не нужна. Упорство и труд. Упорство и труд нафиг не надо. Стероиды. Режим. Режим нафиг не надо. Я знаю таких спортсменов вообще мимо режима. Знаю, знаю. Да, конечно. Ребят, если вы хотите стать выдающимся спортсменом, вам нужно только одно. Это тренер. Который бьет вас бейсбольной палкой, а вы это терпите и радуетесь. Согласитесь? Да. Если есть тренер, я к чему? Когда к вам приходят спортивные мальчики и девочки, вам кажется, что эти люди дисциплинированные, системные. Значит, ропу вы даете бейсбольную биту. И вот тогда все, что вы говорите, оно становится рабочим. Это неплохо, нехорошо. Ну, это надо понимать. Сергей, давайте. Какое-нибудь возражение. Хотите что-то где-то купить. А какой город? Москва. Ну, ладно. Москва не город, это страна, ну ладно. Возражение какое-нибудь? Ну, какое-нибудь. С недвижимостью что-нибудь слышали? Плохой ремонт у вас. Отвратительный ремонт, кстати. Отвратительный ремонт. И? Мне нужен хороший ремонт, чтобы заехал и живешь. Ага. А самый лучший ремонт, какой ремонт? Да я согласен. Самый лучший ремонт, это какой ремонт? Чтобы все в мраморе было. Ага. А вот, ну, какой ремонт будет для вас самый хороший? Самый хороший. Ну, кто лучше у вас знает, какой должен быть ремонт? Есть такой человек? Моя жена. Как бы она лучше, я ее никто не знаю. Никто не знает, да? Ну, то есть под ее началом это будет самый лучший ремонт. Конечно, я в любой заеду, если жене понравится. Что мы сейчас продали Сереге потихоньку, он еще не до конца понял. Квартиру без ремонта, да, где, ну, скорее всего, под руководством его жены и денег Сереге появится самый лучший в мире ремонт. Ребят, вот сейчас не шучу, смотрите, действительно, для вот людей комплекции Сережи, ну, для эпилептоидов, фотки смотрите предыдущего оратора, очень важен финансовый вопрос. И это те люди, которые стараются найти квартиру на дне, потому что у них есть что? Руки. Помните, есть такие люди, которые говорят, мы сами все сделаем. Можно нам чуть похуже? Мы точно знаем, какой будет наш ремонт. А? Любую квартиру, смотри, еще для этих людей очень важно, чтобы они принесли что-то свое в эту хату. Ну, то есть им тяжело в незнакомой квартире, они такие ходят, шипят по углам. Ну, то есть им надо намолить место. А вы же помните, да, ничто не разрушает так семью, как совместный ремонт. Да, это вот прям. Мне кажется, вообще молодожены приносят, когда заявление в ЗАГС, им надо говорить, сначала делайте ремонт. И если получилось, мы вам подписываем, что вы муж и жена. Давайте сразу этот квест пройдем. По апелептоидам взяли. Что для них самое важное? Деньги. Но у них деньги качество. Потому что вот ребята типа Сергея, они точно не будут переплачивать за понты. Не будут. И тут работа с возражением. Я знаете, всегда говорю, я вообще слабо себя понимаю, что такое работа с возражением, потому что что такое работа с возражением? Это когда вы до этого все сделали неправильно. Ну, логично. Ну, если вы все сделали неправильно, то человек в каком-то этапе начинает вам возражать. А если вы изначально все делаете правильно, то у вас возражений быть не может. То есть, посмотрев на Серегу и на его жену, я думаю, да, плюс-минус, ну я не повезу их в элитный район, на элитную хату, либо повезу, но это будет, какая хата в элитном районе, в элитном ЖК, какая? Она должна быть либо чуть-чуть ниже рынка, либо она должна быть, вот еще вам лайфхак для эпилептоидов, они стараются выбрать квартиру больше по метражу, дешевле по деньгам, за счет того, что ремонт сделаем сами, или в принципе мы на машине доберемся. Для них очень важно каждый квадратный метр, вот тут они биться будут. Вот прям, да? Это аплодисменты! Спасибо тебе большое. Так, нужен человек в пиджаке. Нет, человек, я его знаю. Нужен человек в пиджаке, есть такие у нас? Мужчины, женщины? Ну, кто-нибудь? Махните рукой, чтобы я видел, что кто-то выходит. А? Давайте девушку, девушку в пиджаке, это, ну, давайте. Там нюансы сейчас будут, уже отсюда вижу, но. Со своим плохим зрением. Можно двух? Я ж мужик, конечно, можно двух. Да-да, выходите, господи. Чем больше женщин, тем страшнее. Все пойдут? Я тогда уйду. Отлично. Отлично. Город? Армавир. Краснодар. Да, ты моя хорошая. А вы откуда? Москва. Я за Армавир. Армавир я знаю. Ну, потому что это Краснодар. А я, не, не, вы нужны. Новосибирск я тоже люблю. Тоже к нам? Отлично. Отлично. Вот. На самом деле классно, что у нас есть вот такой выбор. Плохо, что мужиков нет. Ну, в риелторах вообще мужиков очень мало, да, поэтому это такой, ну, утерянный у нас. Хотя вот есть в пиджаке идет. Не дошел. Потом, как и все, да, у нас мужики идут, идут и не доходят. Это нормально. Давайте сейчас возьмем три возражения людей, а я объясню, почему и какие. Можете какое-нибудь дать возражение на покупку или продажу? Пофиг. Любое. Не хватает денег. Отличный. Еще. Я сама все знаю. Ой, блядь. Вот эта женщина, я сама. Сейчас у меня много женщин на консультации. Что-то у меня в семье что-то не так. Я говорю, ну, так ты же я сама. Я сама могу. Что-нибудь дайте нам. Я не хочу первый этаж. Отлично. Поехали. Давайте начнем с Москвы. О чем нам говорит пиджак в основном? Как вы думаете? Да, это некий статус, либо человек куда-то стремится к какому-то статусу. Я вам еще раз, больше того. Знаете, я вот на своих тренингах всегда говорю, ребят, деньги, большие деньги и власть имеют жесткий дресс-код. Если кто-то хочет зарабатывать, либо управлять другими людьми, для этого есть жесткий дресс-код. И, к сожалению, в этом дресс-коде нету футболок, джинсов и кет. Если кто-то мне сейчас начнет рассказывать про Маска, Дурова и остальных, то я рекомендую посмотреть их официальные фотографии с работы, а не постановочные фотосессии. Да, тяжело назвать нормальным человеком, который до 28 лет мылся два раза в месяц, ходил босиком и вонял. На секундочку, с уважением к этому человеку, фанат айфонов. Но если вы посмотрите его выступление в Гарварде, его выступление на совете директоров, даже там он себе не всегда позволял быть без пиджака. Это неплохо, нехорошо, это некая история. Мужчины, кто-нибудь ходил в костюмах? Есть такой опыт? Есть, да? Это одно и то же, что в спортивном костюме. А что меняется, мужики? Дискомфорт в костюмчике, да? У вас, я понимаю, у него дискомфорт. Как думаете, почему у него дискомфорт? Молодец, да. Вот красивые женщины знают, что если что-то тебе дискомфортно, ну не надо выделываться, купи по размеру. Конечно, мужчины, как только я слышу такое сопротивление от мужчин, что в костюме неудобно, ну вы его купили где-то на распродаже, ну прям вообще не по размеру. Я как человек, который 15 лет занимался обеспечением личной безопасности достаточно статусных людей на первом-втором уровне, вам могу сказать, что костюм – это очень удобно. Ты в нем можешь бегать, прыгать, крутить вертушку, доставать скрытые предметы, и все это смотрится очень хорошо. Поэтому, если вам неудобно, просто пошейте один костюм. Либо купите на два размера больше и отдайте вам пошьют. Ну, его соберут по вам. У девочек, кстати, если обратите внимание, девчонок больше в деловой одежде, поэтому они почти всегда чуть успешнее в риэлторстве. Ну, поехали. Ваше основное было возражение? Не хватает денег. Не хватает денег. Давайте так, сколько не хватает? Ну, просто, чтобы был какой-то у нас. Не хватает 3-4 миллиона. 3-4 миллиона. Нет, я согласен, квартира стоит 100, не хватает 4. Нет, не хватает на первоначальный взнос. 4 миллиона. Как зовут еще раз? Наталья. Наталья, как вы думаете, Наталье ипотеку подтвердят? Мы ее не знаем, мы на нее смотрим. Как вы думаете, Наталья человек, который живет короткими целями, ну вот там, или который думает дальше? Как вы думаете, вот если Наталье сказать, Наталья, окей, ну есть же какие-то, в принципе, деньги? Что-то есть. То есть и на сделку мы готовы. Но для вас самое главное, вот что будет в приобретении недвижимости? Ликвидность объекта. В будущем. В вода. В будущем, да? Ну, то есть мы понимаем, что вот эти 4 миллиона мы как-то с вами найдем, потому что в будущем они станут сильно дороже. Да. Да? Найдем. Да, и качество ликвидности. Найдем. Идите ищите. Постойте. Что она сказала? А почему она сказала, что найдет? Я же ничего ей не сказал. Не-не-не, ребят, смотрите, у людей в пиджаках есть такая суперсила, они думают всегда о будущем. Это люди, которые готовы инвестировать в будущее. И если вы с ними поговорите о будущем, и мы понимаем, что ликвидность сейчас эти 4 миллиона мы найдем, но уже через 3 года эти 4 миллиона будут стоить 5. Найдем. Вот это люди, которые за будущее. Вот я сильно извиняюсь, вот предыдущие, они про прошлое, они всегда сверяют свой прошлый опыт. Они такие, была у нас уже хата на этом районе, так себе. Это нормально, это нормально. Давайте тут возражения. Я знаю все сама. Сама все сделаю, сама разберусь. Никто мне не нужен. Отлично. Хату берете? Обратите внимание, какое смешное возражение у этой женщины. Мне не нужен риэлтор. Я понял, а зачем вы сюда вышли? Я понял. А почему вам не нужен риэлтор? Давайте тогда пойдем, как будто бы, ну, сделаем плавный диалог. Я правильно понимаю, у вас много свободного времени? Нет, я очень занята. Ну, вы знаете, что… Но я люблю во всем разбираться сама. То есть надо предоставлять отчеты каждые 3 дня? Каждый день. Каждый день. Что только что произошло? Это понятно. Что сейчас произошло? Ну, мы договорились, да? То есть про отчеты договорились. Сейчас перейдем к деталям. Ребят, я правда говорю, продажи – это очень просто. Вот даже когда вы выходите заряженные по сопротивляции, видели, она такая вышла, попробуй меня победи. И тут же такая, каждый день. Я такой, конечно. Конечно. Каждый день. Хорошо. Вообще без проблем. Спасибо. Сейчас самый тяжелый вариант, она уже все секреты знает. Давай какое-нибудь возражение. Не хочу первый этаж. Почему? Не перепродам потом. Сложнее будет. Согласен. А если я потом перепродам, это дороже? Ну, как инвестиции в будущее. А на сколько надо? Миллион. Отлично. Заходим в сделку. Там есть за эти же деньги на втором этаже. Зачем мне первый? Так вы хотите потом заработать миллион? Да. В будущем? Да. А на втором мы уже миллион не заработаем? Заработаем больше. Не, ну я же риэлтор. Цена такая же, этаж второй. А вы мне первый предлагаете? Конечно. Вы когда-нибудь при пожаре выпрыгивали со второго этажа? Я в ней жить не буду. Не надо. Я просто спросил, был опыт? Нет. Нет, и не надо, не дай бог. И оставьте ее на пару дней. Знаете, меня в Краснодаре обучал один великолепный дядька, и он меня учил, как продавать вторичку. И он говорит, вот бывает такое, у тебя конкуренты уводят клиента. А они порядочные, они приходят и говорят, Александр, мы там другую хату, ну вот там, большое спасибо. И он говорил, я всегда делал так. Я говорю, а что за хата? Ну там что-то спрашивал, спрашивал, в конце говорил, поздравляю вас с удачной сделкой, все хорошо. Но знаете, вот в моей квартире зато никто никогда не умирал. До свидания. Вы не поверите, эта фраза бомбическая. Что делает клиент сразу после ухода? Он звонит своему риэлтору, а что делает любой нормальный риэлтор? Начинает оправдываться, объяснять такого не было. Но мы же на бессознательном уровне все с вами помним. Правый не оправдывается, оправдывающийся не прав. Аплодисменты девчонкам, они старались. Спасибо. По времени все у меня. Ну, шоу закончилось, да, там остались еще какие-то другие радикалы. Кому будет интересно, можно ко мне постучаться. Ребят, сегодня такой супер бонус. Если вдруг кому-то нужна от меня короткая консультация, например, узнать, кто вы такой, или про свою вторую половинку, то нужно сейчас меня сфотографировать, так, чтобы было видно, что здесь есть люди. Потом выложить это в запрещенную сеть Instagram с хэштегом 190473, это мой аккаунт. 190473, это мой аккаунт. Если нет Instagram с неудачниками, мы не работаем. Есть Facebook, ВКонтакте и другие запрещенные сети. И после этого нужно писать мне один раз в день неделю. Ладно, шучу. Вот это сейчас я чувствую, прям человек хочет рекомендацию. Давайте так, вот все, кто меня отметят, стучитесь в личку. И я следующая неделя плотно занят, а через неделю 30 минут эфира для личной консультации. Это может быть сделка, клиент, начальник, вторая половинка, третья половинка, запасная половинка. Аплодисменты! Вот у нас, наверное, пришел коллега. Коллеги, смотрите, какая у нас история. У нас нет или есть? Вы четвертый спикер? О, боже, ура! Отлично, тогда я с удовольствием представляю следующего спикера. У нас это Андрей Голованов, управляющий партнер группы компании «Привилегия. Город Москва». Моя любимая тема, если будет время, я с удовольствием потом задам вопрос. Актуальные навыки работы с базой в холодных звонках. Друзья, всех приветствую. Как слышно меня на последних рядах? Давайте познакомимся. У нас 30 минут времени, довольно мало. Поэтому я буду говорить быстро. Не обижайтесь, но зато постараюсь дать максимум контента. В чем мое выступление будет уникально в каком-то смысле? Я человек не из недвижимости совсем. Я никогда ее не продавал, никогда этим не занимался. Но в моей практике так сложилось. За 7 лет, сколько я занимаюсь консультированием всяких разных отделов продаж, агенты по недвижимости, агентства, застройщики проходили через мои руки. Я им выдавал определенный набор инструментов, который перепробовал на всяких разных бизнесах. И это удивительным образом работает. То есть исходя из этого, я просто сделал вывод, что практически без разницы, что вы продаете, либо вы менеджер в отделе продаж девелопера, либо вы агент, работающий в агентстве, либо агент, работающий на себя. Вы сталкиваетесь с одними и теми же возражениями. Кстати, я с ними тоже сталкиваюсь. То есть я руковожу группой компаний уже 7 лет. В ней 4 направления, чуть больше 30 сотрудников в штате. И несмотря на это, практически не бывает такого дня в течение недели, чтобы я сам не поднял телефонную трубку и не позвонил какому-нибудь клиенту, в том числе в холодную. Кто в холодную звонит, вы знаете, это самый такой стрессовый, неприятный вид продаж. И я это тоже делаю, будучи генеральным директором. Я это делаю не из тех соображений, чтобы вам сейчас похвастаться об этом, что какой я красавчик. Просто для того, чтобы, когда я другим людям на тренинге рассказываю какие-то моменты, связанные с переговорами, они видели во мне своего. Потому что когда они не видят в тебе своего и понимают, что ты просто лектор гастролирующий, то очень быстро тебя раскусывают и возникает скепсис, сопротивление, чтобы я не посоветовал все в штыки, а когда я сам вчера слышал дорого, дай скидку, мы уже там в другом месте берем или там дешевле, я подумаю, давай после спецопераций и тому подобное, и я с этим как-то справился. Безусловно, не 10 раз из 10, друзья. Я не знаю таких супергероев, которые вот со стопроцентной конверсией продают. Но чаще всего удается справляться, скажу так, более чем в половине случаев. И когда я вот эту речевку, конкретный сценарий, фразу, ретранслирую на тренинге, люди в нее верят больше, потому что она звучит органично, красиво, по-человечески. Вот сегодня в рамках этого получаса я постараюсь какие-то ключевые смыслы донести, тезисы такие, вектора, в которых стоит задуматься. И параллельно с этим еще на слайдах покажу несколько фраз, которые действительно работают в практике ведения переговоров, так же, как мой предыдущий коллега сделал, спикер. Так, сейчас проверим. Ну, кликер работает, нет? Все, супер. Вот тезисно, о чем сегодня поговорим. То есть какие-то базовые вещи, которые многие риэлторы убеждены, что знают, много раз слышали, собаку на этом съели. Но я при подготовке к очередному тренингу у людей часто запрашиваю записи телефонных звонков. Во многих крупных агентствах есть какая-то CRM-система, и в некрупных тоже. Слушаю записи и понимаю, что там, допустим, в части выявления потребностей иногда конь не валялся. То есть люди совсем не задают вопросы. Яркий пример. Я 30-го числа в Калининграде выступал на риэлторской конференции, гораздо менее масштабной, там всего человек 400 было. Но все крупные агентства Калининграда в формате панельной дискуссии собрались на сцене, вот так, на креслах, и друг другу плакались в жилетку. Как все грустно на фоне всех этих событий в мире. Недвижка просела, продажи у всех меньше, сделок меньше. И я из любопытства после конференции позвонил во все 5 агентств тайным покупателям. Здрасте, здрасте. И я сыграл роль вполне реального покупателя. В Калининграде распространена история, что люди из Москвы звонят и хотят купить недвижку на побережье, на Балтийском море. То есть смотрите, я по идее для риэлтора козырный клиент. У меня ни ипотека, ни там какие-то еще военные маткапиталы. У меня налом, 12 миллионов рублей. За эти деньги можно много чего подобрать на Балтийском побережье. Я звоню, обозначаю вот эту легенду. И знаете, что дальше? Человек просто начинает говорить, у меня вот такая квартира на примете, такая, метраж, этаж, цена. Ни одного вопроса о том, дружище, что для тебя в принципе важно при выборе квартиры, на что обращаешь внимание, поделись в двух словах. Или скажи, до того, как нам позвонить, ты какие-то уже другие варианты успел посмотреть? А какие? Что там понравилось? Чего не хватило? Я зачем спрашиваю, Андрей, чтобы понимать, ну опять же, что конкретно для вас имеет значение? Зеро, ни одного вопроса не было, просто сходу презентация. И, кстати, не все даже подборку мне скинули. То есть мы поговорили со всеми, они на словах мне озвучили какие-то варианты, пообещали выслать подборку, но отправили только двое из пяти. Вот тоже конверсия. Спрашивается, их что, ну в тех же этажах не учили, как выявлять потребности? Да 100% учили. И по многу раз там в каждом филиале есть свой внутренний корпоративный тренер. Но человеческий фактор берет свое. Люди не всегда применяют то, что им рассказывают. И знаете почему? Вот ключевой тезис моего сегодняшнего выступления. Я всегда на тренингах говорю, что продажи – это спорт. Невозможно накачать пресс кубиками, если вы качаете его раз в три месяца, например, или раз в полгода. А ведь во многих компаниях так, правда? Менеджеров обучают в режиме поощрения или в режиме волшебного пенделя раз в пятилетку. Ну достаточно редко, короче говоря. А чтобы пресс был кубиками, кто спортом занимается, вот тут просили поднимать руки до меня, вы знаете, что это каждый день нужно делать. Ну через день. По пять минуток. Но каждый день. Вот продажи – это такой навык, который прокачивается каждый день. В большинстве случаев не так, отсюда и все проблемы. Поэтому какие навыки качать, обязательно скажу. Про техники продаж на слайдах я вам обещал показать. И вот третий пункт. Отдельное внимание сакцентирую ваше. В Калининграде тоже был один из моих клиентов, агентства. Они в глаза меня вживую не видели ни разу и учились по маленьким видеоурокам, которые я записал заранее. Они длятся по 3-5 минут, специально, чтобы им не в лом было смотреть. За чашкой кофе у них у всех есть 5 минут. Я сам не верил в успех этой авантюры, признаюсь вам честно. Это был эксперимент, как для меня, так и для заказчика. Но получилось. И весьма любопытно, потому что в команде было всего 12 риэлторов, их специально набрали под этот проект. Вообще нулевых. Там некоторые не то, что без опыта продаж, недвижки, вообще без опыта продаж. Один в ОБЭПе работал раньше, другой капитан дальнего плавания. Вот такие люди. И они через 2 месяца, обучаясь вот по этим маленьким видео, вышли на результат в 2 сделки в месяц. Что как бы, ну для калининградского риэлтора, не знаю как для вас, это ну такой приемлемый норматив, скажем так. Это не супер хорошо, но и весьма неплохо для человека, который за 2 месяца с нуля начал учиться. И вот я этот кейс взял себе на вооружение. Вот для того, чтобы как пресс кубиками люди качали его каждый день, им нужно маленькими порциями подавать информацию. И самое, знаете, что любопытное, эти видео уроки были не про недвижку, они были про продажи в целом. Вот если бы я вам сейчас предложил, их вы бы сказали, да ну нафиг, зачем мы будем это смотреть, если это ну как бы не совсем про нас. А вот эксперимент показал, что это работает. Поэтому про микрообучение отдельно расскажу, это интересный момент. Ну и про приятные подарки. Без подарков я, как Дедушка Мороз, уйти не могу сегодня. Несмотря на то, что я про этажи плохо вначале отозвался, на самом деле они прекрасные ребята, мне в Москве доводилось с ними работать, в Калининграде. Вот девочка на второй день после учебы, три сделки и один задаток. Вот такая, или что там она пишет? Четыре задатка. Да, и одна сданная в аренду квартира. Это результат вот того, что она очень простые вещи начала делать, которые я сейчас на слайде покажу. Так что мотайте на ус, возможно у вас тоже завтра четыре сделки получится. А это директор Владис из Калининграда. Я почему много про Калининград говорю, это мой родной город. Я там родился, вырос, там моя консалтинговая деятельность начиналась, поэтому очень много примеров оттуда. Вот человек тоже вдохновился. Чем конкретно? Сейчас буду рассказывать. Про себя долго заострять внимание не буду, основные моменты я сказал. Основные моменты сказал. Вот, кстати, последнее, что с точки зрения биографии добавлю. У меня люди учились из 12 стран с разной религией, с разной культурой, из разных сфер и везде работают одни и те же принципы, которыми я сегодня поделюсь. То есть тоже, чтобы у вас больше доверия ко всей этой истории было. Маленький опрос, друзья. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я в процентном соотношении примерно понимал и скорректировал немножко свое выступление. Кто владелец агентства недвижимости? Есть такие? Директора? Супер. А кто агент по недвижимости в найме или сам на себя? А, подавляющее большинство. Супер. Ну тогда то, что для руководителей я деликатно пропущу или очень бегло пройдусь тогда. Про подарок сразу обозначу. Это будет файл, где 20 критериев, по которым вы сами себя можете проверить в любом диалоге с клиентом. Прям вот положили трубку, а сделки нет. Чувствуете, что что-то не так, ляпнули. Вот что конкретно пошло не так, можно пробежаться по моему чек-листу и понять, где подкрутить. На мой взгляд, очень полезный файл. Что мешает продавать? Я планировал этот вопрос задать, но до меня уже предыдущие спикеры эту историю многократно провентилировали, поэтому у всех моральный дух, немножко руки подупали, и в целом покупательская способность тоже снизилась. Но даже в этой ситуации можно продавать больше. Вот тоже кейс Оля Солнечная из агентства недвижимости. У нее даже фамилия такая, жизнеутверждающая. Она звонит очень много в холодную. То есть в тот момент, когда многие риэлторы, которых я знаю лично, говорят мне о том, что Андрей, катастрофа, вот мы звоним, прям отказ за отказом, а у нее вот как-то получается. То есть исходя из этого, я тоже делаю вывод, что вопрос только в человеческом факторе. И вот смотрите, давайте к конкретике, к цифрам. Несколько агентств, которые учились у меня после февральских событий, пользуются вот таким нехитрым правилом. У них постоянно в базе 20-30 объектов. Кто-то из вас скажет, что это много. Невозможно столько удержать в голове. Сразу оговорку сделаю. Из этих 20-30 объектов, конечно же, не все на эксклюзиве. На эксклюзиве 5-12. Чаще 5, чем 12. Но они до кучи набирают в базу много-много этих объектов через холодные звонки, чтобы сгенерировать хоть какой-то входящий поток клиентов. Допустим, по разговорам с руководителями агентств в марте и апреле у некоторых прям до нуля этот поток сократился. Совсем все плохо было. Поэтому там будешь брать в работу все, что можно и нельзя. Я, друзья, не утверждаю, что так правильно. Я за что купил, за то и продаю. То есть на моих глазах агентства, которые вот такую стратегию приняли, чувствовали себя сильно лучше, чем те, которые не так действовали. Возьмите на заметку, возможно, вам тоже это приглянется стратегия. Чтобы сгенерировать вот такую базу, они делают так называемый ЧГТ, час горячей трубки. То есть в этих агентствах заведено так. С 10 до 11.00 ничего другого, кроме холодных звонков, делать нельзя. Это немножко дисциплинирует. То есть люди для себя обозначили, что все, только звоню. Соответственно, у них как минимум один-два объекта в день в базе появляется. А дальше смотрите. Вот они набрали эту базу из 20 объектов. Часть из них, допустим, пять на эксклюзиве. Остальные, ну, ни туда, ни сюда. То есть с ними и здесь в работу вступает принцип А, Б, С. А, Б, С категории. Категория А, это когда сам объект в спросе, то есть вы объективно как агент понимаете, что эта квартира, ну, прям, кому-то нужна. Сам хозяин хочет продать быстро и цена в рынке. Вот это идеальный товарищ. Категория Б, это когда хоть один из пунктов выпадает. Допустим, цена, вернее, квартира в спросе, продать хозяин хочет быстро, но неадекватно высокую цену установил. Знакомая всем история, правда? Мне кажется, это наиболее популярный вариант развития событий. Вот, соответственно, вопрос переговоров, как его перетянуть в категорию А. Вот этим они и занимаются, работая ежедневно с вот этой набранной базой из 20 компаний. Вот зачем она нужна. Чем больше у тебя в воронке, тем больше шансов из этих неэксклюзивов перевести как можно больше в эксклюзив. Вот такая история. И теперь смотрите про базовые навыки, которые я обещал вам. Я их умышленно расположил в обратном порядке. Здесь на конференции, кстати, есть спикер, который все время в Инстаграм кричит о том, что этапы продаж умерли, все неправда, мир поменялся, ну и транслирует какие-то другие идеи. Ну вот без имен, чтобы коллегу не обижать. Но есть такая история. При этом, когда я на его бесплатный вебинар сходил из любопытства, выяснилось, что там все те же старые добрые этапы продаж, просто вид сбоку. Те же яйца, но вид сбоку. А по факту, смотрите, ну чтобы человек отдал деньги, очевидно, что нужно снять какие-то возражения. Как предыдущий оратор сказал, они скорее всего эти возражения не возникнут, если вы на предыдущих этапах сделали все правильно, то есть красиво презентовали. Красиво презентовать вы можете только в одном случае, если знаете, что конкретно презентовать. А для этого надо поспрашивать, позадавать вопросы побольше. А чтобы позадавать вопросы, человек должен дать вам зеленый свет на эту процедуру. То есть он должен какую-то предварительную, ну, какую-то симпатию к вам испытывать. А для этого нужно экологично войти с ним в коммуникацию. Не в режиме «Я вам однозначно помогу, я вам то, все, пятое, десятое», а вот как-то по-другому. Вот как по-другому, смотрите, самый популярный, наверное, лайфхак, который я рекомендую людям из разных сфер, это так называемый «вы-подход». То есть я, когда знакомлюсь с человеком, допустим, продавцом квартиры, как можно реже стараюсь упоминать личные местоимения. Я, мы, наше агентство, я хочу помочь, я предлагаю то-то и то-то, мы вам то-то, то-то. Вот это все я отрезаю и говорю, что обратил внимание просто на ваш объект, есть несколько интересантов, насколько оно им понравится, не понравится, пока сложно сказать, было бы здорово увидеть в живую квартиру. Займет минут 10, подъеду, ну, а дальше будет понятно, кого к вам привезти смогу. Это сейчас полная импровизация была, я не говорю, что вот такой скрипт готовый, правильный, но я хотя бы избежал здесь таких слов, как предложение, предлагаю, я-я-я, мы-мы-мы. На подсознательном уровне у клиента с большой вероятностью не возникнет вот это ощущение, что ему что-то усиленно пытаются втюхать. Я просто сказал, что обратил внимание на ваш объект, потому что в этом районе давно ищу похожий. Есть люди, интересующиеся, но никак не мог найти что-то подходящее. И тут вот ваша квартира, будет здорово взглянуть на нее вживую, чтобы я вкусно мог рассказать про нее потенциальному покупателю, так больше шансов продать. Скажите, когда удобнее будет пересечься минут на 10, я посмотрю объект вживую. Ну вот как-то так, уловили мысль, да, вы подход, больше говорим про клиента, вы, ваш, вам, нежели я хочу, я могу, я предлагаю. Потом, про выявление потребностей, друзья, я отдельно вам в качестве подарка скину вот этот маленький пятиминутный урок, там есть схема из семи типов вопросов. Сейчас у меня нет времени прогнать ее с вами полностью, посмотрите самостоятельно. Но два вопроса ключевых я вот сформулировал. Очень часто, когда клиент, допустим, сам звонит вам, хочет что-то купить, имеет смысл спросить, куда он звонил до вас, что там видел, что понравилось, чего не хватило. Как только вы понимаете, чего не хватило, вы понимаете, на чем сделать акцент в своей презентации. Ну а что касается самой презентации, неважно, вы презентуете себя как агента, свои услуги, свои преимущества или некую квартиру, здесь ключевая рекомендация следующая. Постарайтесь не перечислять все преимущества сразу, как бы из пулеметной очередью. Разбейте презентацию на маленькие порции, вот закинули одно преимущество, тут же переспросите, правильно ли я понял, что это как раз то, чего хотелось бы. Пусть вам клиент скажет свое вот это маленькое, да. Рассказали второе преимущество, квартиры или своих услуг, опять переспросили, а вот это критично, Алексей Иванович. Рассказали третье и так далее. Зачем так? Чтобы в ходе презентации клиент несколько раз вслух своим ртом сказал вам, ну что-то утвердительное, да, прикольно, окей, согласен. Тогда в конце, когда вы его будете подводить к ключевому действию из серии, ну что, оформляем, работаем, ему сложно будет соскочить, потому что до этого он несколько раз проговорил вам ну некое согласие. Примитивный прием, но поверьте, чертовски хорошо работает до сих пор, хотя прием такой уже бородатый, на всех тренингах про него рассказывают. Но многие менеджеры, вот я не знаю, что их сбивает в этот момент, видимо, они очень влюблены в свою профессию, много знают про нее, много знают про квартиру, и у них инстинктивное желание поделиться, отдать, когда они видят клиента. И они просто начинают его аргументами давить, 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 не требуя вот эту промежуточную обратную связь. Что касается снятия возражений, впереди будут слайды, а завершение сделки, друзья, тоже самый хромой этап, на мой взгляд, у всех продавцов, вот прям у всех. Многие знаете, как делают? Они презентовали и такие с чувством выполненного долга, ну все, я же рассказал, теперь если ему надо, он купит, а если нет, ну сам дурак, не понял, какой я классный. Или если не купил, ну наверное нищеброд, или наверное не мой клиент. То есть ответственность за сделку перекладывается на покупателя. А это неправильно. Вспомните себя на месте покупателя. Вам тоже нужно взвесить за и против, переспать с этой мыслью, если только грамотный продажник не подтолкнет вас к этому финальному шагу сам. Но тоже это, согласитесь, нужно уметь делать максимально деликатно, чтобы человек не почувствовал на себе давление, что ему втюхать хотят. Моя любимая фраза в этот момент такая. Я вот закончил презентовать что-то и говорю, Алексей Иванович, давайте небольшой итог подведем. Вот из того, что услышали, что понравилось, а где может вопросы остались. И в тот момент, когда Иван Иванович будет обобщать некие плюсы, которые он услышал, он сам себе продает. Мне это, разумеется, на руку. А когда будет озвучивать вопросы, которые у него остались, это тоже чудесно. Это лучше, чем он эти вопросы завуалирует за возражением я подумаю и мне придется его отрабатывать. Я как бы профилактику своеобразную делаю этого возражения. Еще раз, фраза звучит так. Давайте небольшой итог подведем. Что понравилось из того, что услышали, а где может вопросы остались. Вот фраза, которая деликатно позволяет поставить точку в диалоге. Ну скажет, все понравилось, ну вот надо подумать. Я говорю следующее, Алексей Иванович, давайте на чистоту. Я сам часто беру паузу подумать, когда что-то меня смущает, когда хочу вежливо отказать. Либо прямо говорю, что меня останавливает. Вот как поступим в вашем случае? Смотрите, как любопытно построена фраза. Теперь клиенту очень некомфортно будет сказать, да, Андрей, вы правы, я хотел вас вежливо послать. Ну, внутренний интеллигент не позволит, скорее всего, человеку так сказать. Он вынужден будет озвучить какие-то истинные причины, которые его сдерживают. Допустим, это цена, на которую он не рассчитывал. Окей, тогда переходим к отработке возражения дорого. Я в этой связи люблю, допустим, такую фразу использовать, что, Алексей Иванович, дешевле вы всегда найдете. Я вам даже подскажу, где. Всегда найдутся люди, которые, допустим, вот вопрос комиссии, да, а вот что у вас комиссия 200 тысяч, вон там за углом всего 50. Я говорю, всегда найдутся те, кто предложит дешевле, лишь бы ваши деньги забрать. У меня задача немножко другая. Я хочу, чтобы обратившись ко мне, вы гарантированно остались довольны и еще маме родной меня посоветовали. Поэтому, да, стоимость чуть отличается, чем у других ребят и уходите в какую-то презентацию своих конкретных преимуществ. Еще раз фразу. Всегда найдутся те, кто предложит дешевле, лишь бы забрать ваши деньги. У меня задача немножко другая. Я хочу, чтобы обратившись ко мне, вы гарантированно остались довольны и еще маме родной посоветовали. Или, если речь идет про квартиру, и она в понимании клиента дороже, чем он ожидал. Я часто люблю припоминать людям какие-то другие ситуации бытовые из их жизни, где они тоже переплачивают. А мы с вами, согласитесь, почти всегда переплачиваем. Возьмите вопрос, допустим, отпуска. Так классно было бы с женой и детишками тысяч за сто. В пятизвездочном отеле первая линия, мелкий песочек, зеленая территория, детская анимация. Но, блин, это стоит 200 или 300. Это всегда выходит за рамки нашего бюджета. Но мы отдаем эти деньги, потому что хотим для себя лучшего. Правда? Почему здесь, в случае с квартирой, Иван Иванович, вы хотите сделать исключение? Да, возможно, цена выходит за рамки вашей картины мира. Было бы классно на миллион дешевле взять. Но вот ситуация такая, и мы всегда переплачиваем. Возьмите более простую ситуацию. Ботинки вы себе покупаете. Так классно было бы осенние сапожки тысяч за пять, чтобы и колодочка удобная, и носились долго, и выглядели презентабельно. Но это стоит 15, и вы отдаете, потому что хотите для себя лучшего. Почему же здесь вы хотите сделать исключение? Либо, немножко такая фраза перевертыш, можно наоборот человеку сказать, Иван Иванович, наверняка у вас в жизни были ситуации, когда в погоне за экономией вы взяли чуть подешевле и разочаровались. Конечно, у всех такие ситуации были. Человек вам с большой вероятностью утвердительно кивнет. Ну да, были. Мне бы очень не хотелось, чтобы здесь повторилась ситуация. Да, вы можете найти дешевле риэлтора, но велика вероятность, что у него дешевле, потому что, кроме как ценой, больше и взять нечем. То есть там квалификация и прочее оставляет желать лучшего. Ну а вы об этом не узнаете заранее, а только когда уже войдете с ним в какое-то взаимодействие. И тогда уже будет поздно. Вот так вот. Это что касается завершения сделки, друзья. Так, так, так. То, что пропускаю, не обижайтесь, значит, это не так критично. Я просто опираюсь на выступления предыдущих спикеров, не хочу вас грузить повторно плюс-минус одной и той же информацией. Единственное, что скажу, вот кто поднимал руки, руководители агентств, чтобы ваши... Коллега, шесть минут подлетного времени. Шесть минут. Супер. Смотрите, ключевой момент. Во-первых, я сторонник идеи, что продажи это не чуйка, талант, который либо Богом дан сверху, либо нет, или какая-то харизма. Безусловно, если вы обаятельный и харизматичный, это плюсик вам в карму. Но изначально продажи это схема, это определенный алгоритм. Мне эту идею в голову заложили на самом-самом первом тренинге, который я сам в Москве в 12-м году когда-то проходил. Я тогда работал штатным менеджером по продажам, как раз в холодных звонках, специфика там не суть какая. И вот я пришел в эту профессию с четким убеждением, что если у тебя подвешен язык, то все как бы ты можешь продавать хорошо. Начал продавать, звонил много, выхлоп вот такой малюсенький, отвратительно получалось, признаюсь честно, прям вот выгорание наступило сразу, почти через неделю. И я вот нашел в Москве тренинг, тогда еще в Калининграде я жил, полетел, меня там три дня выдрессировали и как раз вот заложили в голову мысль, что продажи это алгоритм, если выучишь, будешь молодец, а там уже импровизировать начнешь, когда поопытнее станешь. И вот так и получилось. Поэтому любые продажи можно запаковать в схему. Если у вас в агентстве, вот руководителям еще раз говорю эту мысль, до сих пор никак не прописаны, что отвечать, когда человек сказал дорого, что отвечать, когда человек не хочет подписывать эксклюзив, что отвечать, когда он говорит я подумаю. Это где-то должно быть написано такая красивая фраза, а лучше пять разных, коротких, длинных, дерзких, мягких, всяких, чтобы люди это хоть как-то исполняли. Все, что не прописано, не исполняется. Вот об этом данный слайд. И перехожу к скриптам, которые вы можете фоткать. Вот, для продажи эксклюзива. Эти скрипты, коллеги, взяты из записей телефонных разговоров и взяты из отчетов агентов, которые после моего тренинга продавали больше, чем раньше. Можно будет скачать, наверное, вам организаторы как-то презентацию скинут, либо мне лично напишите, я в конце покажу слайд с контактами. Ребят, все презентации будут выложены на форуме и там можно все скачать. Со слайда читать не буду, ключевой смысл донесу, что при продаже эксклюзива агенту целесообразно сказать следующее продавцу, что смотрите, среднестатистический человек за жизнь продает ну 2-3 квартиры, правда? Бывают исключения, но чаще всего 2-3 квартиры. А агент за свою практику продает десятки их, в течение года. Десятки квартир. Очевидно, что переговорные навыки агента на голову сильнее, без обид. Это просто железобетонная логика. И еще, то есть вероятность, что мы продадим вашу квартиру на более выгодных условиях и быстрее, сильно выше, чем если вы будете заниматься продажей самостоятельно. Это первый пункт. И второй. Представьте, вы продаете сами. Вот пришли к вам какие-то люди на просмотр. Посмотрели, сказали спасибо, мы поняли, если что перезвоним и ушли. На этом процесс коммуникации обрывается. Все. Вы вряд ли будете им звонить. Ну что там, ну как там, надумали. Ну это как-то некорректно. В обществе так не принято, правда? А для агента это норма. Это его хлеб. Я имею право и буду звонить. Включать свои профессиональные переговорные навыки. Даже когда мы из квартиры выйдем с людьми, все, вы с ними уже не можете контактировать. А я им сажусь на уши, иду с ними по лестнице, еду куда-то с ними в машине. И плюс, вы дальше своей квартиры не знаете, что творится вокруг, в рынке. Ну может быть, какое-то впечатление можете по авитовским объявлениям составить. А я как агент знаю все похожие квартиры на вашу. Соответственно, вашу смогу преподнести так на фоне других, что она будет вкуснее выглядеть. У вас это не получится, потому что про другие квартиры вы ничегошеньки не знаете. Опять же, принимая во внимание все вышесказанное, «Как думаете, у кого больше шансов продать на действительно выгодных условиях?» Ну вот такая... Можете в свою речевку облечь все эти смыслы, но они вот такие. Что касается «дорого», несколько фраз я привел вам в пример, вслух. Куда мне деться, чтобы вы фоткали? Несколько фраз я привел вам вслух, повторяться не буду, они на слайде. Одна из моих любимых, вот опять же, как предыдущий оратор правильно заметил, соглашайтесь все время с людьми. Как бы они не пытались вам возразить, сопротивляться, вот он считает, что у вас высокая комиссия, скажите, «Да, она действительно чуть выше, чем возможно у других. Почему, зная это, все равно ко мне приходят, причем все чаще по рекомендации, что особенно приятно? Сейчас поясню». Все, и ушли в презентацию, а возражение как бы само уже отодвинули, скажем так. Или можно так сказать, скажите, а там, где дешевле, вам сказали, за счет чего сэкономили? Или вы взяли эти риски на себя вслепую? Тоже такая фраза тире интрига. Как правило, люди чешут в затылке, в смысле, какие риски, почему, ну-ка, ну-ка. И вы, ну я не говорю, что теперь нужно зачмырить всех конкурентов, сказать, фу, вот, там плохо, потому что. А просто скажите обобщенно, что, как правило, если комиссия меньше, могут экономить на каких-то видах услуг. Например, вот это могут не сделать, вот это могут не сделать. Та же юридическая проверка, могут проверить только предыдущего собственника, а могут всю цепочку, где там какие-то наследства непонятные или еще какие-то обременения. Дальше. Для ускорения цикла сделки про «я подумаю» скрипты. Свой любимый скрипт я вам сказал, если человек говорит «я подумаю», говорю «Алексей Иванович, давайте начистоту, я сам так часто говорю, чтобы вежливо отказать». Либо прямо говорю, что смущает, как поступим. В девяти случаях из десяти, гарантирую вам, люди скажут вам, что их реально смущает. И это лучше, чем если вы на фразе «я подумаю», просто разбежитесь и потом будете долбить ему пять-десять раз. Ну что там, ну как там, надумали. Надо же каждый раз какой-то креативный повод для звонка найти. А это сложно уже ко второму разу или к третьему. Поэтому лучше, я считаю так, лучше я передавлю здесь в моменте и спугну клиента, чем я его вот перенесу на следующий день, следующую неделю и потом буду в CRM-системе или в своем блокноте каком-то переносить, переносить, переносить эту задачу. Это же кучу энергии отнимает. Но опять же, это мой принцип. И мы на этом потихонечку начинаем закрываться. Зафиксируем. В смысле, что передавленный клиент гораздо лучше, чем недодавленный клиент. Я поддерживаю коллегу в этом. Давите их нафиг. Босс бегут, только время потратите. Тут прям вот коллеги респект. Заканчиваем просто по времени. Так, для ускорения цикла сделки я показал. Что касается вот этого возражения, которое нынче популярно на фоне спецопераций и всего прочего, мы на паузе. Я сам периодически в телефонных разговорах произношу вот такие слова. Работает более чем в половине случаев. На мой взгляд, ну, симпатичная метафора. Я людям говорю, что Алексей Иванович, согласен, переждать бурю иногда самая правильная стратегия. Но только в том случае, если вы точно знаете, когда она закончится. У нас тут с вами ситуация такая, что одному Богу известно. Вообще не прогнозируется эта история. Поэтому лучше действовать, исходя из того, что есть. А сейчас условия вот такие. Ну, не знаю, как вы, те агенты, с которыми я в последние пару месяцев общался, они говорят, что люди вот в каком-то ожидании 2023 года или там ноября или декабря, как будто там что-то принципиально изменится. А тем временем квартиры снижаются в цене на 100, 200, 300 тысяч. Бывают более кардинально, там на миллион снижается. Ну, естественно, самое простое, что мы можем сказать, что Алексей Иванович, мы можем с вами отложить этот вопрос на неделю, на месяц, на два. Сколько скажете? У меня нет задачи вам что-то навязать. При этом практика показывает, что высока вероятность, что на следующей неделе квартира будет на 200-300 тысяч дешевле. Согласитесь, ну, не хотелось бы. Подтолкнете вы таким образом клиенток сделки или нет, мы не знаем, но протестировать мы обязаны этой фразой. Прощупать. Даже если 4 из 10 в итоге поведутся и купят, это лучше, чем 0 из 10. А сейчас в основном риэлторы как делают? Они сострадают людям и сидят, ну да, ну куда деваться, ну вот такая ситуация. И отпускают. Это немножко другое. Ну вот, друзья, подводя итог, помимо того, что успел рассказать за этот короткий промежуток, смотрите, сколько еще всего осталось за кадром. Есть много нюансов в переговорах, о которых имеет смысл поговорить. Целый учебник можно составить. Я с барского плеча в рамках подарка вам на сегодняшнем мероприятии демо-версию такого учебника своего по ссылочке на слайде покажу. Окей? Чтобы вы могли почитать для себя с чувством, с толком, с расстановкой. Про микрообучение. Два слова и финальный слайд буду показывать. Агентство Invent, откуда вот Оля Солнечная, я показывал вам кейс, они учились вот в этом формате. 48 видео, полтора месяца, в день по одному уроку смотрели. У них там где-то в офисе переговорочка есть. И они вот посмотрели, обсудили всем коллективом, ушли в поля применять. Вечером собираются и обсуждают, что из головановских методик помогло, что не помогло, как лучше перефразировать, чтобы в следующий раз помогло. И так каждый день, полтора месяца. 48 урок досмотрели, начинают с первого, потому что уже забыли. И так вот несколько циклов. То есть они по кругу эти уроки гоняют. Вот что такое микрообучение. Вы можете либо воспользоваться в данном случае моими материалами, либо у себя внутри компании разработать самостоятельно такие скрипты, если у вас есть какой-то энергичный руководитель на энтузиазме, которому будет не влом всем этим заниматься. Пропущу, пропущу, пропущу. Что касается диагностики, да, вот предыдущий оратор тоже предложил вам в безоплатном формате консультацию. В моем случае это происходит, как правило, так. Мне отправляют записи звонков, я слушаю, указываю на проблемные, какие-то слепые зоны. Если можете сами с ними справиться, справляйтесь сами. Если не чувствуете в себе сил таковых, обращайтесь ко мне. Все честно и просто. Подарок чек-лист. Сейчас покажу, по какой ссылке скачать. Подарок демо-версия методички тоже по ссылке скачаете. И вот эта ссылка. Просканируйте QR-код, там откроется мини-сайт и все подарки там. Если что-то не поймете, там есть зеленая кнопка большая в WhatsApp, напишите в ЖК, и я пойму, что вы отсюда, из этого зала познакомлюсь с вами и что-нибудь вам продам. Ну, у меня работа такая, не обижайтесь. Все, друзья, спасибо за внимание. Коллеги, спасибо большое. В заключение, прямо вопросов нет. Вы красавчик, я вас полюбила всей душой. В заключении, я должна вас еще пригласить на жилищный конгресс в Сочи. Целуем вас, обнимаем. Вы самые лучшие. Спасибо, что вы были с нами эти два часа. Три минуты. Да, такое нельзя пропускать. Мы собрали скидки и акции от застройщиков, чтобы вы не пропустили подходящие варианты. Покупайте квартиры выгодно на Авито. 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 Арито. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok